Еще раз здравствуйте. Вот надо же, у меня нету моей имени и фамилии на презентации. Ну что ж, меня зовут Сергей Кулешов, я замдиректор 1S Bittrex, представлюсь так. Рад вас видеть сегодня на нашем вебинаре. У нас сегодня первый вебинар из серии вебинаров, который называется «Интернет-магазин одежды и аксессуаров за 6 часов». Первая серия называется «Функционал и первичная настройка», и традиционно в этой серии вебинаров первую часть веду я. Несколько организационных вопросов, прежде чем мы приступим непосредственно к теме. Вот этот прекрасный слайд для тех, у кого вдруг может не быть звука. И здесь написано, что с этим делать. Для тех, кто меня слышит, я скажу, что я тщательно слежу за тем, что показывает система относительно качества трансляции. Это означает, что если что-то произойдет не так, я постараюсь принять какие-то меры. У нас там есть резервные каналы интернета, и какие-то другие способы сделать лучше с нашей стороны. Если с вашей стороны вдруг возникла какая-то непредвиденная ситуация, пропал звук, заморозилась картинка, вылетела программа, вообще закрылась и так далее, не переживайте. Со звуком часто помогает просто переподключиться к вебинару, то есть можно смело закрыть, перейти еще раз по ссылке, которую вы получили после регистрации, еще раз войти, и все должно заработать. Если вдруг программа вылетела или еще что-то, ничего страшного, опять же, заходите еще раз, попадаете опять снова к нам. Запись вебинара, безусловно, ведется. Я ее уже включил, и вы сможете ее увидеть, если вдруг не сможете досмотреть до конца прямую трансляцию, позадавать вопросы, пообщаться со мной или с моим коллегой Михаилом, то можете потом пересмотреть уже видео в удобное время, в удобном месте, с удобного для вас момента. По поводу вопросов. У вас в интерфейсе программы есть такая закладочка, она называется Questions, вот она на экране представлена, немножко размыта, но я надеюсь, понятно. В ней вы можете задать вопрос. Сейчас, для того, чтобы проверить, насколько у вас это хорошо получается, я прошу вас подтвердить мне в этой закладочке Questions, что вы меня хорошо слышите. Слышите, видите картинку, можно поставить просто плюсик, можно написать ОК или еще что-нибудь, если есть какая-то проблема. Так, ну, насколько я вижу, отлично, отлично, никого не слышим. Есть некоторые проблемы со звуком. К сожалению, я не могу голосом сказать, что делать в этом случае, но я надеюсь, что инструкция на экране коллегам поможет разобраться со звуком. На самом деле ничего сложного нету. Но, да, вижу, что, да, вроде наладилось. Ну что ж, спасибо, очень приятно, что вы с нами. Что у нас сегодня за вебинар? Вот его краткий план. Вообще рассчитано где-то на полтора часа первое выступление, где-то на полчаса второе, но, как обычно, в процессе живых выступлений бывают некоторые изменения. Вебинар-формат очень свободный, нас никто не ограничивает по времени, не подталкивает, как на публичных выступлениях, да, там, следующий доклад, модераторы секции и так далее. Поэтому мы чуть более расслабленно его ведем. И бывает, что немножко задерживаемся или что-то заканчиваем раньше. Поэтому вы прям жестко к расписанию не привязываетесь, но рассчитываете, что где-то до часу, может быть, до часу десяти, часу пятнадцати минут мы должны уложиться. Значит, еще раз, первая часть – это функционал-перивычная настройка интернет-магазина. Мы с вами попробуем все с самого нуля, с самого начала. Здесь же обращу внимание, что этот вебинар рассчитан, ну, наверное, на тех, у кого еще нет интернет-магазина, кто очень хочет попробовать запустить этот бизнес прямо с начала. И мы будем, я буду показывать, как прям, что прямо делать с самого начала запуска. Вторая часть – это Михаил Шуфер, руководитель отдела продаж компании «Ромза», он поделится уже более практичными материалами касательно нюансов вообще, связанных с торговлей одеждой и аксессуарами, вообще про то, как покупатели взаимодействуют с интернет-магазином, почему они делают выбор в пользу того или иного товара или того или иного магазина. Подводные камни, как видите, даже боевой тест магазина, ну, что прекрасно. Ромза у нас разработчик хорошего решения, которое называется «Битроник», для готового интернет-магазина. Я думаю, что Михаил тоже покажет это в процессе своего доклада. Ну что же, прежде всего, хотелось бы, прежде чем перейти к представлению, для тех, кто первый раз видит и слышит вообще название «Битрикс», «Битрикс». Несколько слов вообще о нас и о платформе, о которой мы говорим вообще. Почему «Битрикс» и кто это, и что это. Ну, это буквально займет три минутки, так что не отвлекайтесь. Те, кто про нас хорошо знают, успеют за эти две минутки налить себе кофе и взять печенье. Значит, «Битрикс» с управлением сайтом – это один из продуктов компании «Один из Битрикс», который является платформой для разработки интернет-проектов, любых интернет-проектов, и в том числе интернет-магазинов. На интернет-торговлю, как на хороший тренд вообще в области веб-разработки, очень популярный тренд, магазинов очень много, это очень востребованная тема, мы, конечно, сосредотачиваем большое внимание. И развитие платформы очень много идет в эту сторону. В общем-то, наша популярность подтверждает независимые рейтинги. Есть рейтинг, например, «Айтрек», который показывает, что среди платных CMS вообще в домене RU, то есть среди всех доменов зоны RU, среди платных систем управления контентом, «Битрикс» занимает 63%, что, в общем, довольно много. «Битрикс» также заметен на мировой арене. И вот, например, «Ветритек», который опрашивает не только RU, но и Ком, и сообщает, что вот мы в прошлом году на восьмое место по популярности вышли даже на мировой арене. Вообще, у нас довольно большое количество клиентов, как это ни удивительно, их на самом деле более 140 тысяч, так или иначе, пользуются нашими продуктами, и мы очень внимательно относимся к такому, например, показателю, как NPS. Кстати, возможно, вам любопытно, что это такое? Это система оценки качества продукта, грубо говоря, получения обратной связи от его потребителей. Он строится очень просто. Мы задаем вопросы всем нашим клиентам, ну, не всем, а тем, до кого можем, так сказать, дотянуться. Задаем очень простой вопрос. Будет ли вы рекомендовать нашу платформу при соответствующей возможности своим друзьям и коллегам? Ну, и, соответственно, ответ по десятибальной шкале скорее да или скорее нет, ну и так далее. Вот из этого пула ответов рассчитывается некий показатель NPS, на который мы стараемся ориентироваться. Он у нас 79%, и это, в общем-то, неплохой показатель для софтового продукта. На платформе Bittrex работают, ну, помимо того, что крупнейшие и известнейшие интернет-магазины, ну, вот несколько скриншотов вы сейчас видите, вообще около 27 тысяч интернет-магазинов в Рунете, хотя, по-моему, эта цифра уже даже немножко устарела, мне кажется, их уже больше 30 тысяч, потому что, ну, грубо говоря, продажи у нас идут неплохо. И продукт действительно популярен, он позволяет очень быстро, качественно запускать очень хорошие интернет-проекты. Это особенно важно для тех, кто начинает свой бизнес в интернете. У нас 13 тысяч и более партнеров, которые занимаются внедрением нашей платформы, потому что помимо самостоятельной разработки или самостоятельного запуска интернет-магазина наиболее часто клиенты наши обращаются к партнеру за тем, чтобы он помог с технологической точки зрения, с точки зрения организации процессов, с точки зрения разработки уникальных каких-то задач, решения и так далее. И вот таких веб-студий, партнеров у нас огромное количество, они профессионально помогают решить те или иные проблемы, те или иные задачи. Так, это что касается нас. И теперь немножко про рынок. Буквально еще две минутки поговорим про то, что происходит на рынке интернет-торговли. Да и вообще на рынке интернета. Это тоже любопытно, особенно в контексте как бы вебинара про разработку интернет-проекта. Хочется обратить несколько моментов, ваше внимание на несколько важных, на мой взгляд, моментов. Это будет, пожалуй, справедливо и для текущего вебинара, и для следующих вебинаров этой серии. Ну вот смотрите, например, какой охват интернета в России? 66% населения так или иначе подключены к интернету. Это может быть смартфон, это может быть компьютер, это может быть телевизор или планшет, не имеет значения. Это 82 миллиона человек и прирост не очень-то большой, примерно 5% в год. Мы еще там не очень понимаем, какой отток или какие группы населения притекают, и попробуем с этим разобраться, потому что здесь, наверное, важный тезис, что бурного роста аудитории интернета у нас с вами уже не будет. Это означает, что хорошо расти на стабильном рынке это другая история. Расти на растущем рынке несложно, а вот на стабильном уже требует определенных усилий. Вот, собственно говоря, как выглядит потенциал этого роста, то есть откуда берутся эти 5% в год. И мы с вами видим, что, например, Москва и крупные города практически не имеют аудитории, не подключенные к интернету. Вот в Москве это всего лишь 2 миллиона человек, в города миллионники чуть меньше, это 5 миллионов человек. И, пожалуй, самая большая аудитория, которая еще не в сети, это населенные пункты до 100 тысяч человек. Ну, вот понятно, да, что это не совсем та аудитория, которая интересна, например, интернет-магазину, потому что она там не всегда платежеспособна и переходит в интернет довольно сложно. С другой стороны, здесь есть показатель, деньги-то все-таки имеются, но что там происходит с компьютерами и устройствами? Вот в населенном пункте до 100 тысяч человек, как вы думаете, с какого устройства люди, скорее всего, будут заходить в интернет? Ну, вряд ли будут приобретать компьютер, скорее всего, это будет какой-то смартфон или планшет, то есть то, что сейчас действительно популярно и очень доступно. Купить ноутбук или компьютер пока довольно, ну, не пока, а, в общем-то, является довольно дорогой штукой. Купить недорогой планшет или смартфон за 2 тысячи рублей, в общем, может позволить себе, наверное, практически каждый. Это к тому, что аудитория, за счет которой мы будем прирастать в интернете, да, она будет скорее ориентирована на мобильные устройства, недорогие мобильные устройства, нежели чем на привычные нам с вами компьютеры или ноутбуки. Вот что касается аудитории и потенциала прироста с точки зрения возрастных категорий. И здесь, кстати, есть распределение по типам устройств. Обратите внимание, что у нас с вами самая платежеспособная аудитория, да, которая там от 25 до 55 лет, в общем-то, уже вся в интернете. Там не хватает буквально 4 миллионов человек, которые по тем или иным причинам, наверное, уже вряд ли когда-то вылезут в интернет. Хотя, ну, не знаю, посмотрим. Очень много у нас с вами 55 плюс не в интернете, ну и вариантов, что они там окажутся, наверное, немного. Хотя ориентировать на них какую-то работу тоже можно, потому что, ну, не знаю, мой дед, например, очень активный пользователь интернета буквально последние несколько лет. И это, ну, кажется здорово. У него и компьютеры разные меняются и так далее, и планшеты есть, и все такое. Он такой активный. И, в общем, такие люди есть, они потихоньку будут добавляться. Еще один есть нюанс, связанный с этим, это то, что за людей старшего возраста часто покупки в интернет-магазинах завершают их дети или внуки. Поэтому тут, в общем, не так важна эта аудитория. Ну и давайте быстренько посмотрим на то, с каких устройств выходят в интернет. В основном это, конечно, пока компьютеры, то есть это десктопное устройство, либо компьютер, либо ноутбук. Это 67% аудитории. Однако около 41% это уже смартфоны, 26% это планшеты. И обратите внимание, что целых 11% аудитории, которые с телевизоров выходят в интернет. Да, телевизоры и смарт-ТВ всякие сейчас очень популярны. И если мы посмотрим с вами на динамику, то динамика очень показательна. В частности, компьютеры падают, да, минус 1% за 15-й год. 34% прибавили смартфоны, 20% прибавили планшеты и 40% прибавили телевизоры. Да, я думаю, скоро вообще не останется телевизоров без смарт-ТВ. Это означает, что в каждом телевизоре появится интернет. Ну и, в общем, можно попробовать уже ориентироваться на это. Надо посмотреть внимательнее на то, как взаимодействуют пользователи с телевизором, какие есть у них функции и возможности управления. Но в целом быть готовым к тому и вообще задумывать свой сайт так, чтобы он был адаптивен к любым видам устройств. Ну что ж, на этом у меня, наверное, вступительная часть закончена. Я переключусь с вашего позволения с презентации уже на свой экран, и мы с вами приступим к непосредственно началу работы. Я надеюсь, что я вас убедил, что интернет-магазин делать надо. Ну, хотя я уверен, что вы сюда пришли на этот вебинар как раз из-за того, что хотите сделать интернет-магазин. И давайте посмотрим, что нам для этого нужно сделать. Предположим, что вы выбрали и определились с платформой и решили выбрать один из Bittrex. Ну, а если вдруг даже еще и не решили, то проделать все шаги, которые я покажу сегодня, я вам очень рекомендую. Это ни к чему вас не обязывает, но в то же время дает возможность очень детально разобраться с платформой и понять, как ее использовать, грубо говоря, как ее готовить. Ну что ж, поехали. Мы решили открыть интернет-магазин. Нам для этого нужен хостинг. Хотелось бы, конечно, мне вам показать это все на примере реального хостинга, но кажется, что это будет не совсем корректно, потому что это будет просто очень долго. То есть подготовить там хостинг, зарегистрировать и так далее занимает приличное время. Поэтому мы с вами, и в общем это довольно частый сценарий, будем работать на локальном компьютере. Нам не нужен сейчас ни домен, ни хостинг. Все, что нам нужно, это несколько приложений и сам Bittrex. Как это все будет работать? Давайте попробуем разобраться. Нам нужен вот у меня есть сайт 1SBittrex, он вам тоже доступен 1SBittrex.ru. Здесь в разделе продукты есть раздел виртуальная машина. Эта штука нам нужна для того, чтобы на своем локальном компьютере, на своем обычном ноутбуке запустить демо-версию 1SBittrex и начать с ней работать. На самом деле вариантов запуска демо-версии несколько. Мы с вами сегодня будем рассматривать вариант с виртуальной машиной, поскольку он наиболее надежный, ну и, пожалуй, наиболее удобный для дальнейшего развития. То есть с виртуальной машиной потом взять и перенести свой проект на хостинг, ну это будет очень просто. Другие способы не дадут нам таких возможностей. Однако я и о других способах должен вам рассказать. У нас есть раздел скачать. Если мы в разделе скачать, ой-ой, промахнулся, выберем управление сайтом. Нам предложат сайт скачать пробную версию 1SBittrex управления сайтом. Вот здесь, собственно, большая кнопка скачать. Заметьте, это формат .exe, то есть эта штука будет работать только на компьютерах Windows, с Windows. Этот установочный файл содержит в себе дистрибутив редакции бизнес и специальное веб-окружение, которое при установке запустится и будет эмулировать веб-сервер внутри вашего локального компьютера. То есть вы сможете почти так же, как с хостингом, только со своим локальным компьютером работать через браузер со своим будущим сайтом. Точно так же вы можете взять и, например, скачать конкретный дистрибутив любой другой редакции. Например, вот здесь будут экзешники установочные для редакции малый бизнес-эксперт, ну и так далее. Если вы хотите развернуть Bittrex на хостинге, уже у вас есть там хостинг, или вы готовы взять пробный период или оплатить месяц, то вы можете взять дистрибутив в формате TARGZ, который будет разархивирован уже на хостинге. Однако для установки на хостинге я бы рекомендовал еще более простой способ. Вот есть такой файлик, он называется Bittrex Setup. Он весит всего 46 килобайт, его можно носить с собой на флешке, грубо говоря. Шучу. На самом деле именно этот файлик нужно закачать в корневой каталог вашего хостинга и запустить. Это скрипт установки, он сам все остальное сделает за вас. Вам нужно бы только пройти по мастеру установки. Мастеру установки мы с вами примерно сегодня пройдем. Это способ скачать демо-версию на Windows компьютер и запустить буквально без каких-либо затруднений. Если же у вас, например, Mac или Linux, то вам имеет смысл использовать виртуальную машину. Еще один способ проверить, вообще просто пощупать Bittrex, это демо-лаборатория. И вот у нас много где на сайте размещена кнопка демо-лаборатория. При переходе по ней мы попадаем в специальную демо-лабораторию, вот это даже на отдельном домене, Bittrex Labs.ru находится. Это возможность запустить индивидуально для себя, да, вот Аж предупреждает служба безопасности, что мы переходим в другой сайт, запустить для себя персональную копию Bittrex управления сайтом в любой редакции, но только на три часа. То есть через три часа эта копия будет удалена, потому что она будет размещаться на наших мощностях, и, естественно, вы не сможете оттуда ничего забрать. Это функционал демонстрационный только для того, чтобы посмотреть, пощупать, поглядеть на какой-то функционал, посмотреть, как это работает с точки зрения администратора или пользователя. Вот. Ну что ж, мы с вами приступим к наиболее универсальному способу установки Bittrex на локальный компьютер, это виртуальная машина. Что нам для этого понадобится? Давайте перейдем в раздел виртуальной машины и посмотрим, какие варианты нам предлагаются к исследованию. Ну что ж, у нас есть виртуальная машина 5.1, это последняя ее версия, там еще есть точка что-то, но это сейчас неважно. И есть три дистрибутива виртуальной машины. Они есть под разные среды виртуализации. Например, есть довольно популярная среда VMware, это коммерческая среда виртуализации, плеер для которой есть в бесплатном варианте, его можно скачать и, собственно, на своем компьютере использовать, но, к сожалению, он защищен, как это сказать правильно, авторскими правами, поэтому демонстрировать его я не могу по этим условиям. Есть виртуальная машина для гипервизора, это микрософтовское решение, коммерческое, используется на разных серверах и также может использоваться, в общем-то, локально. Но мы с вами выберем VirtualBox. VirtualBox – это среда виртуализации, так сказать, open-source, то есть с открытым кодом. На самом деле воспользоваться ей довольно просто. Мы можем открыть Google и нам нужно скачать, небольшое приложение, которое называется Player. Как это происходит? Мы берем VirtualBox, я сейчас копирую, так вставлю и, собственно говоря, произведу поиск. Первый же сайт virtualbox.org – это, собственно говоря, и есть официальный сайт среды виртуализации VirtualBox. Нам нужен плеер VirtualBox. Я сейчас покажу, как его с сайта скачать. Собственно, это несложно. Здесь вот есть большая синяя кнопка «Скачать виртуалбокс». Нажав на нее, вы, собственно говоря, попадете в скачивание этого приложения. Здесь есть несколько вариантов, так сказать, пэков этой системы. Видите, она универсально подходит и для Windows, и для MacOS, и для Linux, и даже для Solaris. Выбираете подходящий вам вариант. Если у вас Windows, соответственно, Windows. Если Mac, то, соответственно, Mac. Linux, соответственно, Linux. И устанавливаете это приложение. Что это за приложение? Оно у меня уже, естественно, установлено, чтобы не тратить время на вебинаре на скачивание. Вот выглядит таким образом иконка. Я сейчас ее запущу. Это среда виртуализации. Вот он, плеер. У меня здесь есть несколько уже виртуальных машин. Вот они здесь видны, но мы пока на них внимания не обращаем. Следующее, что нам нужно скачать, это, собственно говоря, скачать саму виртуальную машину. Надо нажать кнопочку здесь «Скачать», и у вас придется скачивание архива с виртуальной машиной. Не смотрите на 10 гигабайт, файлик весит сильно меньше. Здесь речь идет о диске виртуального сервера. Поэтому смело скачиваем соответствующую выбранному решению виртуальную машину. И что мы с вами получаем? Сейчас я вот закрываю все, поскладываю. Мы на самом деле получаем вот такой вот файлик. Он лежит в архиве. Я его уже разархивировал. Вот такой файлик мы с вами получим. Дальше нам с вами нужно, собственно говоря, запустить эту штуку. Делается это тоже несложно. В виртуалбоксе выбираем файл «Импорт конфигурации» и, собственно говоря, адресуем систему на этот файлик. Нам нужен рабочий стол. Он у меня на рабочем столе. Выбираю этот файлик. Виртуалбокс прекрасно понимает, что это про него. И предлагает создать виртуальный сервер. На самом деле, что такое вообще среда виртуализации? Это когда мы внутри своего компьютера создаем еще один компьютер. И вот сейчас мы определяем, собственно говоря, что же это будет за компьютер. Поскольку этот файлик – это, собственно говоря, подготовленная среда, то есть полностью подготовленный компьютер, здесь все параметры и настройки уже есть. Мы можем их немножко скорректировать. В частности, я, например, всегда для того, чтобы просто комфортнее было работать. У меня Mac – четырехъядерный процессор или даже восьми. В общем, я смело использую два ядра на работу с сайтом. И поскольку у меня 16 гигабайт оперативки, я, в общем-то, могу смело использовать не 512 мегабайт выделить, а все-таки взять чуточку побольше. Я возьму 2 гигабайта. Прошу прощения. Что это нам дает? Ну, мы сейчас определяем, какие ресурсы вашего компьютера будут выделены для этого виртуального сервера. То есть все остальные параметры мы с вами не трогаем, они уже преднастроены и сделаны правильно. Например, тип операционной системы внутри будет стоять Linux Red Hat. Но это нам все остальное не важно, потому что мы непосредственно с Linux взаимодействовать, конечно же, не будем. Нам эта штука нужна лишь для того, чтобы сделать из вашего компьютера хостинг. Ну что ж, делаем импорт конфигурации. Это делается за несколько секунд, и пока это делается, я посмотрю, что возник какой-то вопрос. Так, да, спасибо, мне предлагают попить водички. Я действительно воспользуюсь паузой установки, чтобы глотнуть кофе. Спасибо. Итак, что у нас произошло? У нас произошел импорт конфигурации, и вот она, так вот страшно называется, ну, в общем, понятно, виртуальная машина Битрикса и ее номер версии. Нам нужно произвести всего лишь одну еще настройку для того, чтобы перейти к запуску. Мы заходим в настройку. Я обычно меняю здесь название виртуальной машины, чтобы потом ориентироваться, какая у меня про что. Я назову, что это вебинар про интернет-магазины. И в закладочке «Сеть» мне надо выбрать параметр «Сетевой мост». На самом деле, этот тип подключения «Сетевой мост» подходит для большинства компьютеров, подключенных к интернету. В случае, если ваш компьютер не подключен к интернету, вам потребуются другие типы подключения. Например, здесь есть, по-моему, внутренняя сеть будет подходить правильнее. Но вы можете поэкспериментировать и понять, какой из вариантов подключения будет подходить в тех или иных случаях. Но для большинства подходит «Сетевой мост». Если ваш компьютер подключен к интернету через провод или через Wi-Fi, этого будет достаточно. Все, мы сохраняем, настройки сохранены, и теперь машину надо запустить. Двойной клик. И, в общем, машина начинает запускаться. Мы с вами видим, что происходит загрузка. Это, на самом деле, экран нашего сервера. Происходит загрузка. Сейчас запускается операционная система. Мы с вами дождемся ее загрузки и увидим, что она нам предложит. Сейчас происходит для некоторых, наверное, чудо, потому что внутри одного компьютера мы запускаем другой, да еще и на другой операционной системе. И, кажется, все это страшновато. На самом деле, нет, совсем не страшно, потому что мы не полезем в настройки Linux, мы не будем там ничего делать. Все уже заранее настроено и готово к эксплуатации. Все, что нам нужно, дождаться, пока система загрузится, и увидеть один-единственный адрес. И этот адрес сейчас вы видите на экране. Вот он IP4 и вот некоторый IP-адрес. Это IP-адрес из вашей внутренней локальной сети, на интерфейсе которого теперь размещен ваш хостинг. То есть, грубо говоря, в случае, если вы работаете с интернетом, вы в адресной строке набираете доменное имя. Если вы знаете, как работает интернет, то на самом деле все компьютеры и серверы интернета друг с другом общаются с помощью IP-адресов. С помощью вот таких вот наборов цифр через точку. Для удобства придумали, конечно, доменные имена, потому что они, конечно, лучше запоминаются, и их проще использовать, проще рекламировать. На самом деле компьютеры между собой общаются именно таким образом, с помощью адресов. И мы будем использовать именно этот адрес для подключения. Ну, нам, чтобы подключиться теперь... На самом деле с виртуальной машиной все, она нам больше не нужна, то есть я ее сейчас сверну, больше мы здесь смотреть ничего не будем. Единственное, что главное запомнить вот этот адрес или записать ее куда-то. Я его сейчас сверну, обращу ваше внимание, что виртуальная машина должна быть запущена, чтобы вы могли работать с сайтом. Она съедает некоторое количество ресурсов, поэтому выключайте ее, если не работаете, сайт никуда не денется, внутри виртуальной машины он сохранится, и вы сможете в любой момент запустить ее и продолжить работу с ним на своем локальном компьютере. Ну что ж, я вожу адрес в адресную строку и попадаю на, собственно, свой будущий сайт. Но поскольку сайта самого еще нет, мы видим приветственное окно виртуальной машины Bittrex. И она нас спрашивает, что же мы хотим сделать. Ну, понятно, что у нас, может быть, где-то сохранилась резервная копия предыдущего проекта, и мы сможем восстановить из резервной копии, но на самом деле у нас новая установка, и я выбираю соответствующий пункт. Мы устанавливаем Bittrex с нуля, и это наша сегодняшняя задача. Мастер установки предлагает нам определиться с тем, что мы устанавливаем. Нам нужно Bittrex управление сайтом, мы можем выбрать редакцию, бизнес нам вполне подходит. Можно выбрать демонстрационную версию, потому что коммерческого ключа у нас пока еще нет, но этого будет достаточно для того, чтобы в течение 30 дней спокойно пользоваться и работать с сайтом. И если все получается, нет, если плохое слово, когда все получается, приобрести лицензию. Я жму загрузку, и сейчас будет происходить процедура загрузки дистрибутива с нашего сервера на, собственно говоря, виртуальную машину. Это может занять некоторое время. Давайте, пока происходит загрузка, я попробую ответить на несколько вопросов по тому, что сейчас произошло, и насколько вообще это понятно. Я постарался довольно детально все это рассказать. Если что-то непонятное, есть какие-то детали и вопросы, вы можете мне их сейчас задать, поскольку загрузка займет буквально 40-60 секунд. Так, ну вот, спасибо, вопросы уже пошли. Вопрос. Если есть хостинг, могу ли установить бесплатное решение, но не на 30 дней? Я могу за 30 дней не успеть создать свой сайт. Виталий, нет, вы не можете установить бесплатное решение не на 30 дней, потому что именно этим сроком ограничена демонстрационная версия. Все, что выходит за рамки демонстрационной версии, это уже коммерческая версия, и ее нужно приобретать. По поводу успеть, не успеть за 30 дней, здесь есть один нюанс. И, наверное, как бы это корыстно не звучало, но создание своего сайта – это уже использование платформы. То есть даже в процессе создания и разработки по факту вы уже полноценно используете наш продукт, и это означает, что по-хорошему вы должны к этому моменту его приобрести уже, даже к началу разработки. Демонстрационная версия нужна для того, чтобы вы могли принять решение, делать ли на этой платформе или нет. И мне кажется, мы даем довольно-таки большой срок, целых 30 дней на то, чтобы разобраться в платформе, спокойно с ней поработать, а очень многие успевают за этот срок сделать сайт и даже его запустить, и только потом приобрести лицензию. На самом деле, то, что мы с вами сейчас делаем сегодня, на самом деле это будет практически готовый сайт. Единственное, что мы, наверное, полноценно не сделаем, это не загрузим туда готовые товары, потому что, к сожалению, у меня нет товаров, не занимаясь торговлей, одеждой и аксессуарами. Так, еще один вопрос. Чтобы перенести безболезненно сайт с виртуальной машины на сервер, нужно ставить виртуальную машину в той же среде, что и среда сервера? Нет, на самом деле нет. Среда, в которой работает Bittrex, она идентична что на хостинге, что внутри виртуальной машины, что еще где-то. Поэтому вы спокойно создаете сайт в той среде, которая вам удобна для локальной работы, а потом можете заархивировать весь свой сайт, это делается средствами панели управления, перенести этот архивчик на, собственно говоря, уже новую среду виртуализации, если используется виртуализация, или просто на виртуальный хостинг, или даже на любой другой выделенный сервер, и там распаковать, и все у вас будет прекрасно работать. Так, дистрибутив скачался и распаковался, и нас приветствует мастер установки управления сайтом. Здесь нам потребуется несколько шагов, в частности, принять лицензионное соглашение, что, пожалуй, важно. Обязательно ознакомьтесь с ним, оно несет в себе полезную и важную информацию. Надеюсь, убедил. Так, и следующее, что предлагает нам мастер установки, это зарегистрировать продукт. Что такое регистрация? На самом деле она не обязательная, и вы можете снять вот эту галочку, но поставив эту галочку и заполнив вот эти три поля, то есть представившиеся, указав свой имейл, мы для вас сгенерируем демонстрационный лицензионный ключ. Что дает демонстрационный лицензионный ключ? Он дает возможность тестового доступа к облачным сервисам и к маркетплейсу. То есть, грубо говоря, вы сможете уже устанавливать, например, бесплатные решения или попробовать какие-то решения, у которых есть демо-режим, на своей демонстрационной установке. В целом это полезно. То есть, грубо говоря, если вы серьезно настроены работать с битриксом, я рекомендую эту галочку оставить, заполнить поля, и система тогда получит для вас лицензионный ключ, он будет прописан в системе, и полный функционал систем будет вам доступен в течение этих 30 дней. Я этого делать не буду, мне сейчас это не нужно, да и моих учетных записей в системе битрикс уже очень много. Лишнее там будет. Еще одно там будет точно лишнее. Что происходит сейчас? Сейчас происходит, грубо говоря, создание базы данных и копирование, распаковка файлов различных, и первичные настройки, которые необходимы для функционирования платформы. Пока все, что мы с вами делаем, это служебная история. То есть, это то, что нам необходимо сделать для того, чтобы вообще битрикс заработал. Это занимает там буквально 10-20 секунд. Установка самой платформы, она создает там необходимые поля в базах данных, прописывает все, что нужно для первичной работы, и всячески подготавливается к первому запуску. В дальнейшем следующий мастер у нас с вами будет про уже настройку нашего интернет-магазина. И это будет, конечно, гораздо интереснее. Я пока тут устанавливается, еще глоток сделаю, с вашего позволения. Так. На самом деле, мне кажется, все довольно просто и понятно даже для, в общем, не очень подготовленного пользователя. Я надеюсь, что этот вебинар может стать хорошей инструкцией для вашей работы, для вашего начала работы с платформой, потому что именно так, как все происходит у меня сейчас, происходит, в общем-то, на любом компьютере. Вот у меня Mac, но на Windows все будет работать абсолютно точно так же. Ну что ж, платформа, конечно же, требует от нас создания пользователя-администратора, самого главного администратора со всего нашего сайта. Ну, у него стандартный логин-админ, вы его, на самом деле, можете поменять и назвать как угодно. Надо указать для него пароль, минимально шесть символов, пароль повторяем. Я тут с паролем особо не мудрю. Я указываю свой адрес для того, чтобы уведомления с сайта моего могли приходить мне на адрес. Я тут представлюсь, естественно, чтобы система обращалась ко мне по имени. И, собственно, жму далее. Вот, запомнить пароль мне не надо, конечно. Ну, собственно говоря, следующий шаг – это выбор решения. То есть, какое же решение мы с вами поставим. Ну, выбор у нас, на самом деле, довольно большой. Хотя тут всего семь пунктов. На самом деле, мы с вами остановимся на выборе интернет-магазин. Нам нужен с вами интернет-магазин. Но обращу ваше внимание. Если вы зарегистрируете продукт, вам станет доступна и загрузка из Marketplace. Это важная, полезная штука, потому что выбрав загрузку из Marketplace и нажав кнопку «Далее», вы попадете в каталог Marketplace, где сможете выбрать любой интернет-магазин, доступный там на текущий момент вашей лицензии. В демо-версии их там будет немного, а вот в коммерческом ключе там будет их уже много. А если вы там еще и приобретете какое-то конкретное решение, то есть, зайдя на нашем сайте Marketplace, давайте, кстати, ну, сейчас будем установить магазин, я туда перескочу, покажу, то вы здесь в этот момент уже сможете установить это решение прямо сразу. Мы берем интернет-магазин, это то, что встроено в платформу, это тот универсальный интернет-магазин, который мы чаще всего показываем, и он у нас встроен в платформу. Я, собственно, перехожу далее, и у меня запускается мастер установки интернет-магазина. Здесь мне предлагается выбор шаблона, но он у меня один, выбор небольшой. Дальше у меня есть выбор цветовой схемы, я выберу красную. Не знаю, почему, нравится мне красная. И следующее – это настройка, собственно говоря, некоторых внешних параметров. Во-первых, название, да, тут можно вписать название в свой магазин, загрузить сюда логотип. Есть два формата логотипа для обычного экрана, для экранов с ретина, то есть для ретина устройств, такие как Mac с экранами высокого разрешения, или айфоны, у них тоже высокое разрешение и так далее. Есть уже современные мониторы Ultra HD с очень высоким разрешением для таких, чтобы адаптив хорошо работал, надо загружать версии логотипов в лучшем разрешении, то есть большего размера. То же самое касается с логотипами инверсными, то есть, грубо говоря, на темном фоне использующимися. Ваш телефон, время работы, некая подпись, да, копирайт и метаданные. Первичные метаданные, вы можете над ними особо не думать, их всегда будет возможность поменять. Да и вообще все, что мы с вами сейчас указываем, конечно, будет возможность поменять, но мы хотим, чтобы на старте ваш магазин при первом запуске выглядел очень близко к тому, что вы хотите увидеть. Поэтому, конечно, вы можете заранее подготовить логотипчик, сюда его загрузить и получить ваш сайт уже непосредственно с логотипом. Следующий вопрос. Включать ли это складской учет? Я пока его сейчас выключу, это упростит мне работу в дальнейшем, и потом складской учет не ходит в тему вебинара, поэтому на текущей установке я его не буду использовать. Однако вы можете его использовать, если не используете внутреннюю 1С или какую-то другую систему внутреннего учета. Можно использовать складской учет внутри платформы. Он довольно, это, скажем так, легкий складской учет, то есть упрощенный функционал для небольших магазинов с небольшим товарооборотом. Локализация. Ну, есть несколько локализаций для стран СНГ или России. E-mail, собственно говоря, для получения информации о заказах. Да, я здесь верну, пожалуй, свой e-mail. Это уже настройки платформенные, которые будут потом тоже меняться, но уже в панели управления. Есть юридическое название компании, местоположение, адреса, реквизиты и даже печать. То есть вы можете печать с подписью, иногда фоткают, даже на телефоны просто подгружают сюда, чтобы система могла сгенерировать счет для оплаты по безналу уже с печатью, со сканом печати. И следующий шаг – это уже работа с плательщиками. Ну вот, соответственно, вы можете выбрать, какие типы плательщиков у вас на сайте. Будете ли вы принимать оплату от юрлиц или наоборот, только от юрлиц. Вы определяете на этом этапе. Я оставлю пока всех. Следующая работа с оплатами. Есть несколько стандартных способов оплаты, которые могут быть использованы по умолчанию. Способы доставки. В частности, я, например, включу почту России, чтобы мы с вами видели, могли попробовать этот функционал. И местоположение. То есть если вы находитесь в России и доставляете в Россию, то вы загружаете только Россию. Если вы по всему миру работаете или в других странах, вы можете выбрать, соответственно, другие местоположения. Местоположения нужны для того, чтобы корректно определять и стоимость доставки, и проще взаимодействовать с пользователем на этапе заказа. Так, вот вопрос от Марии. Если при первичной установке мы отключим склады позднее на готовом сайте, можно будет включить? Да, конечно, можно будет в настройках торгового каталога или в настройках интернет-магазина. Это очень легко включается также одной галочкой, по сути. Так, пока тут идет создание самого сайта. Я обещал вам показать Marketplace. И я загляну сейчас сюда, пока там у меня все устанавливается. Вот здесь есть у нас интернет-магазины, и вы здесь можете выбрать категорию интернет-магазинов. То есть, например, какие магазины вам подходят. Нам, например, нужна одежда. Сейчас выберу одежду. Там 74 магазина, готовых интернет-магазина, которые вы можете использовать для своего бизнеса. Видите, тут цены разнятся. Вот это наш, например, тот же самый, с которым мы сейчас работаем. Он бесплатный. Вот есть Street Style, например, бесплатный интернет-магазин. На него можно посмотреть и попробовать. Есть еще целый ряд решений интернет-магазинов, которые могут быть вам удобны. Вот, в частности, сегодня мы будем сегодня, коллега Михаил будет показывать пример на магазине Bitronic 2. Это интернет-магазин одежды на, собственно говоря, 1S Bittrex. И при выборе интернет-магазина вы можете, соответственно, ознакомиться с тем, что же это за магазин, как он выглядит, посмотреть на скриншоты, почитать его описание, прочитать по возможности. У него есть онлайн-демо. То есть, вы можете в процессе выбора посмотреть, как будет выглядеть этот типовой интернет-магазин и приобрести его совместно, например, с редакцией «Бизнес» или «Малый бизнес», просто купив, нажав кнопку «Купить». Тогда при такой покупке вот этот мастер установки, который мы с вами проходили, там вам станет доступен на этот Bitronic 2 при установке прямо сразу. Ну, вот, собственно, Bitronic 2, и вы тут... Ну, сейчас я не буду его показывать, это онлайн-демо, это Михаил все продемонстрировать являет. Ну, что же, пока мы тут смотрели на Bitronic, у нас мастер завершил установку, и мы можем, собственно, перейти на сайт и посмотреть, что это такое. Так, Вадим спрашивает, было сказано, что продавать за пределы таможенного союза нельзя, это как? Я не очень понимаю, о чем идет речь. Я вроде такого не говорил, может, кто-то другой сказал, может, у него надо уточнить. Или уточните, раскройте вопрос. Я насчет не знаю продажи за пределы таможенного союза. Мне кажется, все везде можно, все зависит уже от нюансов, законодательств различных. Так, ну что же, наш интернет-магазин готов. В общем-то, он уже, видите, полноценно настроенный, готовый. Вот прикольный параллакс-эффекты на баннерах, например. Соцсети, дублирующие меню, подписка на рассылку, главная страница, в общем, в целом, очень даже неплоха. Это варианты управления меню, выбора категорий и так далее, баннеры с видео или просто слайдер и так далее. То есть поиск по магазину. Все, что нужно, в интернет-магазине уже есть. Как вы видите, он адаптивен. Это, пожалуй, важно. Видите, мы с вами сейчас видим некий задний фон, который используется на экранах большого разрешения. У меня, например, 27-дюймовый экран. У вас, наверное, это не очень заметно. Но да, у меня 27-дюймовый экран с очень высоким разрешением, с Ultra HD. И для меня этот фон виден. Если я начинаю, например, уменьшать экран, переходить в размеры планшета, маленького или мобильного устройства, сайт постепенно перестраивается и начинает выглядеть по-другому. В частности, вот если мы с вами сейчас вернемся на главную страницу сайта, мы с вами уже не увидим анимированных баннеров, зато мы увидим каталог товаров, увидим основные моменты, которые необходимы для главной страницы. И меню уже стало совсем другим. Да, оно уже выдвижное слева по кнопке и так далее. При этом мы, опять же, изменяя масштабы, то есть в зависимости от того, на каком масштабе экрана мы смотрим, у нас меняются представления нашего интернет-магазина. Он перестраивается, появляются новые возможности, новые фишки. И даже на очень широких экранах, в частности, например, на телевизоре, выглядеть будет вполне неплохо. Я сейчас вернусь в какой-нибудь раздел продуктовый, да, и мы посмотрим, что здесь происходит. Вот видите, задние фоновые картинки, например, на широченных экранах будут действительно дополнять ваш сайт, и выглядеть это будет прекрасно. Ну, что же, на самом деле, по факту мы закончили. Магазин готов. Но мы с вами посмотрим на основные функциональные моменты, да. Во-первых, с точки зрения посетителя. То есть нам с нами нужно разобраться, что же такого дает нам Bittrex по умолчанию из коробки. Вот прямо сейчас вот так вот, как мы с вами справились за 40 минут, запустив интернет-магазин. И примерно понять, какие еще настройки первичные нам с вами нужно сделать для того, чтобы все-таки из демо-магазина сделать свой собственный интернет-магазин и провести, и начать на нем зарабатывать деньги. Так, пока я вижу вопросы. Так, 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 секундочку. Вот Виталий спрашивает, какую доменную зону выбрать для интернет-магазина. Одно из преимуществ выбора 1С – это скорость индексации. Есть ли разница с зоной RU, RF, COM или PRO? Я остановился за PRO, какие товары будут продаваться по России. На самом деле абсолютно никакой разницы в доменной зоне нет, потому что это всего лишь средство адресации и средство брендирования. То есть если вы считаете, что ваш бренд лучше соотносится с доменной зоной PRO, то флаг вам в руки – это будет правильным для вас решением. Потому что это решение скорее маркетинговое, нежели чем техническое. С технической точки зрения ограничений никаких нет. Единственные нюансы, которые и слухи такие ходили, в общем-то были проблемы с русскоязычными доменами, то есть это зона РФ, и кириллическими доменами. С ними, ну в общем, основные проблемы с ними решены, потому что национальные домены используются не только в России, на национальном языке, скажем так, но и в других странах. То есть не мы одни такие выпендрились и сделали кириллический домен. В других странах такие домены тоже есть, они прекрасно используются. Браузеры их поддерживают, поисковики тоже хорошо с ними работают. Поэтому сейчас проблемы, разницы между доменными зонами фактически нет. Это скорее маркетинговое решение. Так, Вадим уточняет по поводу продавать за границ, например, в США. Я не вижу никаких ограничений, которые с точки зрения технологий на вас наложены по продаже за границу или в США. Я, может, не очень понимаю, в чем здесь может быть ограничение. На самом деле вы можете выбрать любую валюту, рекламироваться на любой рынок и торговать в любую страну. Единственные нюансы, которые, и это даже не ограничения, а именно нюансы, с которыми вы столкнетесь, это локализация. То есть, грубо говоря, у нас локализации нету для Америки. Это означает, что службы доставки, платежные системы, у нас их просто подключенных по умолчанию в коробке нету для других стран. Но вы можете взять эти платежные системы, соответственно, в той стране, в которой вы собираетесь продавать, договориться с службой доставки, которые будут доставлять и, в общем, определиться с той или иной страной или доставкой, то есть локально уже решить, как это реализуется. Продавать на самом деле можно куда угодно. Вот касается технологий, да, действительно, у нас там нету заранее готовых интеграций со службами оплаты международными, например. Хотя Альфа-банк, например, подключенный или Яндекс.Деньги, естественно, может принять оплату с любой карты, которая доступна во всем мире. Если это единая плачежная система Visa или MasterCard, там это вы уже с банком договариваетесь. Касательно оплаты и так далее. Есть, совершенно верно, сейчас Сергей подсказывает, есть PayPal, есть другие платежные системы, там, Assist, которые работают на международных рынках. Поэтому я не вижу здесь технологических проблем. Так, ну что же, погнали, быстренько пробежимся по интернет-магазину, посмотрим, что он нам дает. Ну, мы уже с вами увидели меню, мы увидели, собственно, товары, разная полезная информация, новости, ссылки на соцсети и так далее, подписка на рассылку какая-то. У нас с вами уже появился личный кабинет, я вот авторизован как администратор, сайт меня узнает, показывает мою корзину, могу перейти в свой профиль. Но мы сейчас пока посмотрим на категории товаров лучше и посмотрим, какие возможности здесь у нас дает интернет-магазин. Ну, например, он дает нам возможности поиска. Это, пожалуй, очень важная штука. Поиск по интернет-магазину. Ну, да, я начинаю только набирать, и здесь, как в Яндексе, мне тоже выскакивает подсказка, да еще и с картинками, собственно говоря, что я могу найти в этом интернет-магазине. Или если это будут там не штаны, а какое-нибудь платье или еще что-то, да, то, соответственно, система мне быстро подскажет, что еще можно найти. Естественно, есть ссылка и на все результаты и так далее. Это первый вариант поиска. В дальнейшем у нас, если мы попали в какую-то категорию, то следующая история... Уберись, поиск уберись. Следующая история – это фильтрация. Ой-ой-ой, что-то у меня притормаживает компьютер, я в нем теряюсь. Так, следующая история – это фильтрация. Вот это подбор по параметрам или параметрический фильтр, или как их только еще не называют, фасетный фильтр он называется. На самом деле он не фасетный. Фасетная – это технология поиска, которая индексирует это все, чтобы быстро работало. Это подбор товара по определенным параметрам. Ну, там для одежды, например, это важен цвет, там и размер. Для других типов товаров это будут другие типы, другие параметры различные. Цена можно определять с помощью такого слайдера, в какую цену нужно попасть, или, например, выбрать, какие цвета мне подходят, и, соответственно, показать именно эти модели. Вот он показывает, что выбрана одна модель, и вот одну ее он мне нашел по этим параметрам. Фильтры, конечно, всегда можно сбросить, вернуться к общему просмотру и, соответственно, выбрать тот или иной товар. Карточка товара – это, собственно говоря, одна из самых важнейших страниц интернет-магазина, куда идет поисковый трафик, рекламный трафик и так далее, и она, естественно, должна быть и функционально насыщена, и с точки зрения вообще возможности продажи нашему пользователю, нашему покупателю товара. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, собственно говоря, товар лицом, целая галерея фотографий. Их может быть сильно больше, мы тут несколько загрузили. Их может быть много, не только по одному цвету или размеру. Например, что важно для интернет-магазина одежды – это, например, разные виды фотографий под разные цвета или под разные размеры, потому что может по-разному выглядеть одежда в разных размерах. Соответственно, мы под каждый размер или под каждый цвет можем загрузить свою серию фотографий, ну и, соответственно, их дать нашему покупателю детально разглядеть. Выбрать себе нужный размер, выбрать нужный цвет, положить в корзину, ознакомиться с тем, какой бренд это выпустил, какие есть возможности покупки. Да, там, примерка перед покупкой, например, что вы привезете там плюс-минус 2-3 размера, бесплатная доставка о том, что какие-то бывают, сюда включают рекомендации по уходу, что тоже очень важно там, например, для некоторых интернет-магазинов и для некоторых типов товаров. Полное детальное описание, различные комментарии, да, то есть вы можете принимать от пользователей своих пользователей, что же всем пользователям за покупателей своих, комментарии и обсуждения вести по карточке товара, подключить виджет Фейсбука для того, чтобы комментарии, которыми вы работаете и обсуждаете, были и на вашей странице в Фейсбуке и, соответственно, таким образом продвигались. И еще есть несколько вариантов апсейла так называемого только для того, чтобы увеличивать средний чек. Но, в частности, здесь у меня персональные рекомендации – это то, что наш облачный сервис порекомендовал лично мне как посетителю интернет-магазина, хотя я тут, наверное, совсем новый посетитель, да, ничего хорошего еще не сделал, но он уже рекомендует мне некоторые варианты товаров, которые, по его мнению, там, можно посмотреть вместе с этим товаром или в дополнении к этому товару, или вместо этого товара, потому что там он больше подходит и так далее. Это тоже технология персонализации, доступная в нашем интернет-магазине. Но мы детально об этом рассказываем, просто не в рамках текущего такого технологического вебинара. Ну, собственно, вот. Что мы делаем дальше? Ну, допустим, приобретаем штаны полосатый рейс коричневого цвета, размер M. Ну, наверное, мне подойдут. Так, количество одна штука, и посмотрим на то, какие мы можем увидеть моменты в корзине. Во-первых, у нас есть функция, например, отложить товар. Да, если мы его отложим, он будет болтаться в такой псевдокорзине, пока мы не решим его купить снова. Мы можем, естественно, сменить цвет, если вдруг передумал покупатель на этапе подтверждения заказа, что нет, черт, все-таки буду синий брать, или подумал, что нет, размер, наверное, не тот, возьму другой. И, соответственно, оформить этот заказ. Кстати, есть поле для применения купона скидки. Он необходим для вашего там оффлайн-продвижения или там внешнего продвижения, когда вы можете раздавать какие-то купоны, проводить акции с словесными купонами и так далее. Вот при вводе купона здесь, собственно говоря, получите, ваш клиент получит скидку. Ну что ж, оформление заказа. Здесь уже все просто. Плательщик выбирает свой тип. Ну, я вот авторизован на сайте, да, соответственно, он про меня уже все знает, ну, все, что мог знать. Разве что укажем какой-то телефон, какой-то адрес. Сейчас выберем, значит, службу доставки. Да, 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 оплата, ну, пусть будет наличными. Здесь сразу, видите, доступно несколько платежных средств. Комментарий к заказу делать не будем, мы, собственно, оформим заказ. Так, ну что ж, заказ создан. Заказ номер 6. Первые 5 мы создали за вас, для того, чтобы вы могли убедиться, что все работает хорошо. И, собственно, у меня теперь есть личный кабинет, в котором есть мой заказ. И я, как пользователь сайта, как покупатель, могу посмотреть на свои заказы, ознакомиться с их состоянием, убедиться, что все нормально. Ведь у меня есть целая куча заказов. Я же администратор. Вижу свой заказ. Вот у меня там штаны. Он сейчас в состоянии принят. Я могу открыть его в подробностях и ознакомиться с тем, что здесь происходит и так далее. Ну, собственно говоря, с точки зрения покупателя, это, наверное, все. Самое важное, что нам нужно знать, что мы нашли товар, мы его смогли рассмотреть, принять решение о покупке, купить, вернее, заказать. А вот все остальное мы с вами пойдем уже с точки зрения... Ой-ой-ой, вопросов-то сколько, надо же. Спасибо большое за вопрос. Сейчас я к ним подойду буквально через 10 секунд. Все остальное мы с вами будем рассматривать уже в формате работы администратора. Магазин у нас получился. Нам теперь его нужно настроить. Видите, на нем даже покупки уже можно совершать. То есть вам только за наличку вы уже можете начать работать и продавать наши футболки, штаны, нижнее белье, которое мы представляем. Если найдете поставщика, то пожалуйста. Так, ну что же. Вот административная панель. Но прежде чем перейти к этой панели, я сейчас, пожалуй, к вопросикам обращусь, потому что их что-то набежало много. Давайте буквально 3 минутки, и я поотвечаю. Так, 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 так. Как настроить фильтр в админке? Об этом мы сейчас попробуем поговорить. Хотя на самом деле настройка каталога – это тема следующего вебинара. Запись вебинара будет. Да, Игорь спросил. Если обновить платформу, решение магазина тоже необходимо обновить. Или потом заново сделать вызов настройку компонента. Да, на самом деле, если обновляется платформа, то все, что вам нужно сделать – это перенакатить мастер установки. То есть, грубо говоря, пройти мастер установки снова, он все шаблончики переставит. На самом деле там есть нюансы. Мы стараемся… Есть специальные вебинары по переходу на новую версию. Есть истории, потому что там, например, с 14-й до 16-й версии – это целая смена технологической платформы. И там происходит конвертация интернет-магазина. В общем, там все непросто. Там есть нюансы. Хотя мы постараемся сделать все максимально автоматизированно. Так, 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 карточки, лупа. Нет, по-моему, по умолчанию лупы у нас нет, но есть там соответствующие модули в маркетплейсе, которые делают эту лупу и очень прекрасно работают. Вот, модерируемые комментарии. Да, можно, но как сделать, вот прямо сейчас не покажу. Это там не задача, к сожалению, не входит в тему сегодняшнего вебинара. Это надо, скорее, к разработчикам обратиться, чтобы они помогли настроить такую историю. Так, 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 вот тут от Натальи вопрос в установленном решении. В инфоблок торговых предложений не срежет раздел, а каталог содержит. При генерации хотя бы свойства также можно было разделить по разделам. Хорошее предложение. Честно говоря, я не обращал внимания на этот нюанс, наверное, потому что в торговых предложениях особо никто не копается. Все работают обычно с самим инфоблоком этих самых магазинов. Так, ну что ж, поехали дальше. Что нам нужно от панели администрирования? Ну, во-первых, можем настроить себе вот этот рабочий стол, чтобы работать с ним было приятно. Да, здесь есть вот это мы, например, уберем. График по продажам, я считаю, прекрасный. Нужно его оставлять вверху и на него обязательно смотреть. Ну, статистика нам пока не нужна, я уберу. По товарам нужна, а системе, например, точно не нужна. Мониторинг качества пока да. Новость 1S Bittrex тоже вас, я уверен, не интересует. По крайней мере, внутри вашего сайта. Что здесь есть интересного еще? Рабочий стол настраивается. Вы можете добавлять свои гаджеты, подключать какие-то новые штучки. А здесь есть несколько вот таких баннеров, которые советуют провести определенные... Включить определенный функционал, который мы считаем важным. В частности, выполнить сканирование, проверить производительность, посмотреть на маркетплейсы о новых возможностях, включить инспектор для того, чтобы следить за вашим сайтом и так далее. Это все полезные и важные штуки, и их надо будет сделать. Они довольно просты в использовании, поэтому сейчас я их демонстрировать не буду. Мы с вами должны убедиться в нескольких других моментах. Мы с вами запустили, сайт работает, но нам нужно убедиться, что с нашим хостингом и вообще с окружением сайта все в порядке. Для этого мы с вами идем в инструменты и выбираем проверка системы. То есть настройка инструмента, проверка системы. Эта штука после запуска проверяет все, что вокруг Bittrex. и дает вам возможность убедиться, что с самим сайтом все в порядке. Как вы видите, он ставит галочки, что все нормально, все окей, все окей, а тут хоп, и возникли какие-то ошибки. Это дает вам, собственно говоря, возможность поработать с окружением вашего сайта. В частности, вот эти ошибки связаны с отправкой почты. Они действительно на внутренней, локальной, ненастроенной виртуальной машине работать не будут. Для того, чтобы настроить почту в виртуальной машине, это целая отдельная история. В одном из вебинаров мы показывали. Это не очень сложно, но все-таки требует некоторого взаимодействия уже с сервером виртуальной машины. Поэтому настраивать там рассылку почты с локального сайта, наверное, там не очень правильно. Все-таки это делается уже на хостингах, а на хостинге такой проблемы, естественно, не будет, потому что там уже все преднастроено. Ну что ж, мы с вами убедились, что с сайтом все в порядке, ну, за исключением некоторых моментов. В частности, вот, например, ограничение памяти для PHP тут указано, да, и тут нужно его там немножко увеличить, да, то есть хотелось бы сделать больше. Здесь есть рекомендации, как это сделать, какие надо параметры указать и в каком файле, и что сделать, чтобы рекомендованные настройки были там действительно рекомендованы. Ну, в общем, мы убедились, что с сайтом все более-менее нормально. И следующий наш этап, поскольку мы работаем с магазином, мы переходим в закладку «Магазин» в настройки и «Мастер интернет-магазин». Дальнейшую историю и дальнейшие настройки нам поможет выполнить именно этот мастер. Он нужен как раз для того, чтобы вы ничего не забыли и сделали все так, как мы рекомендуем с точки зрения платформы. У нас с вами первый блок – это интернет-магазин, настройки без которых он не сможет работать. И здесь есть целый ряд настроек, которые необходимо выполнить. Потом будет следующий пункт – обработка заказов, повседневная работа и настройки с ними связанные. Обслуживание интернет-магазина, слежение за здоровьем. Можно будет переходить, когда мы выполним все предыдущие. У нас с вами есть общий прогресс, который показывает, насколько мы выполнили настройки интернет-магазина и помогает определиться, все ли мы сделали или неправильно. У каждого блока, например, основные настройки, есть своя мини-шкала, которая показывает, все ли сделано. Ну что ж, этот мастер позволит нам разобраться, что же мы делаем, как же настраивать интернет-магазин. Пойдем по первому пункту – используемые валюты. И он нас адресует на раздел валюты и список валют. И мы здесь определяем, собственно, какие валюты мы используем и, в первую очередь, какая валюта базовая. Базовая валюта у нас с вами рубль, сейчас по умолчанию настроен. И для нашего магазина это так и останется. Если вы поймете, что или для вашего случая нужно использовать в качестве базы валюты какую-то другую, вы можете это здесь изменить. Если непонятно, как это делается, как работать с курсами валют, то вот здесь вот справа есть подсказка. На самом деле наше задание сейчас настроить курсы валют и определиться вообще, что такое. Но если что-то непонятно, вы можете нажать кнопку «Документация», вам откроется специальный раздел нашей справки, в котором есть даже обучающее видео про то, как работать с этими настройками. Также вы можете перейти к подробным обучающим урокам. Вот здесь вот, например, валюты, курсы валюты, примеры работы с валютами, как вообще с ними действовать. Это для того, чтобы вы не запутались, не заблудились и поняли, что конкретно и как настраивать. В данном случае у меня все окей. У меня рубль валюта, другие валюты я в своем магазине использовать не буду, поэтому я смело говорю, что задание выполнено и возвращаюсь в мастер настройки с помощью вот этой, собственно, кнопки. У меня уже в мастере появляется, что используем валюты настроенные, я дальше иду в единицы измерений. На самом деле пройтись по всем настройкам вот так вот с вами, наверное, не имеет смысла, потому что это там займет много времени, а тут, в общем, все довольно очевидно. Единицы измерения тоже добавлены. Если какие-то другие единицы измерения нужны, у меня по умолчанию штука, вот она выбрана, да, я торгую в штуках. Если вдруг понадобятся метры или какие-то другие, вы всегда можете добавить из классификатора или придумать свою единицу измерения и определить ее там правила использования. В моем случае все окей, я опять отмечаю, что задание выполнено и возвращаюсь. Напомню, что, проходя по всему мастеру, у вас всегда есть возможность обратиться к документации, к контекстной документации конкретного раздела. Так, мы с вами пойдем по более важным моментам, в частности, например, то, что заявлено в теме вебинара, это ввод товаров. Мне нужно с вами посмотреть, как, собственно говоря, работать с товарами на вашем интернет-магазине. Пожалуй, это там самая важная история. У нас есть несколько вариантов ввода. И в данном случае здесь у нас рассматривается вариант ввода товаров вручную. Это когда нам нужно забивать товар руками. То есть у нас нету никакого другого источника товаров, который там часто на самом деле бывает. Мы с вами попали в каталог, это список товаров. Мы с вами находимся в магазине, список товаров. И здесь также есть документация, которая подскажет и расскажет, как, собственно говоря, работать. Есть и обучающее видео, и подробные статьи, и курсы про то, какие бывают товары, почему они отличаются, как их заводить, как с ними работать и так далее. То есть, ну, грубо говоря, дублировать информацию, которая здесь есть, я не буду, но постараюсь основные моменты показать, чтобы вы могли сориентироваться, как с этим работать. Итак, мы с вами видим, собственно говоря, каталог товаров. Мы с вами видим разделы, которые у нас присутствуют на сайте. Сейчас у нас структура плоская, и мы видим все. Все. Мы можем это дело настраивать. У нас есть вот такой фильтр, в который мы можем добавлять какие-то другие показатели. Например, взять и вывести раздел. То есть, например, посмотреть только те товары, которые находятся в разделе обувь. Да, и можем таким образом отфильтровать, и мы увидим, что в разделе обувь у нас у нас есть три подраздела. Также можно не использовать, например, этот фильтр, а просто путешествовать по дереву каталогов. Но у нас с вами просто список товаров, а вот, например, дерево каталогов будет вот здесь, вот в разделах дерево каталогов. Если я перейду в разделы, то я, соответственно, вижу уже то, как это видят люди на сайте. Да, вот обувь, платье, штаны, нижнее белье, футболки. И, собственно говоря, на сайте, кнопка перехода на сайт, мы видим все это примерно в таком же виде. Обувь, платье, штаны, футболки, аксессуары. Вот. Мы, соответственно, можем даже поменять сортировку, например, этих разделов. Вот здесь вот обозначена сортировка. И если я захочу поменять какие-то разделы между собой местами, я могу здесь изменить этот индекс сортировки. Например, поменять местами платье и штаны. Это я вам заодно показал принципы группового редактирования. Я могу выделить несколько объектов в каталоге, нажать кнопку «Редактировать» и выполнить групповое действие. Например, между этими тремя или там их как-то переименовать одновременно или отключить для того, чтобы быстрее работать с разделами. Чтобы видеть, какая действительно сортировка соответствует, можем сортировать по сортировке, по названию, по активности, по айдишникам и так далее. Тут есть разные массовые действия. То есть можно взять, выделить все, например, и всех разом деактивировать или, наоборот, включить. Если мы пойдем с вами, например, в раздел «Обуви», то здесь мы увидим, какие подразделы у нас тут есть, и в подразделах можем заглянуть еще дальше. Вот у нас в фанталетах только один товар. И в каждом конкретном товаре мы, кстати, видим тип товара, предложение. Это означает, что этот товар содержит торговые предложения, то есть как раз те самые размеры и цвета разнообразные. Мы с вами попали в карточку товара уже с точки зрения администратора и можем с ней поработать. Черт, у меня прокрутка сломалась. Бывает. Ох уж эти внешние мышки. Так, карточка товара, мы с вами можем поработать с ней. Здесь представлены вообще все возможные варианты полей и характеристик. Мы с вами можем тут много чего менять и добавлять. У нас есть текст анонса, подробного описания, который выводится на сайте. У нас есть SEO-раздел, который, кстати, тоже входит в тематику вебинара, и мы сейчас о нем немножко поговорим. Если мы интегрировались с Яндекс.Директом, соответственно, у нас здесь есть настройки и параметры рекламной кампании. Мы можем перемещать этот товар по разным разделам. Честно, сейчас у нас в фанталетах находится, но мы, например, можем его еще и в тапочки запихнуть, потому что они уж очень похожи. И, собственно, сами торговые предложения. Мы здесь видим набор торговых предложений. Правда, к сожалению, ничего не понятно, чем отличаются вот эти товары. Цена одна, только айдишники разные. На самом деле они отличаются наверняка размером. И чтобы это понять, я вам покажу еще один инструмент, который, собственно говоря, помогает настраивать все табличные формы внутри Битрикса. Если вам неудобна та или иная табличная форма или вы не понимаете, что там происходит, мы можем добавить сюда свои колонки. Ну, в частности, размер обуви, наверное, нам сразу покажет, что дело-то в размере. Ну, конечно, размеры-то, наконец-то, разные. То есть мы точно знаем, что эти пантолеты на кости, кости на пляже, боже мой, ну название, идут в нескольких размерах, 35-го до 39-го. Можем зайти в каждое конкретное торговое предложение и посмотреть, что же там такое в этом предложении. А здесь уже соответствующие детали. То есть конкретное название, уже конкретный артикул, конкретный цвет, конкретный размер обуви. Опять же, возможно, дополнительное описание. И уже параметры торгового каталога. То есть цена и какие-то параметры, там, сколько их по количеству, как у нас используется количественный, там, или складской учет, на каких складах это все хранится и есть, если складской учет используется, локальный, соответственно, вы здесь увидите это все. И можете на это повлиять и, соответственно, среагировать. В данном случае у меня, чего нет у этого товара, это дополнительных картинок, потому что все пантолеты, в общем, одного цвета и выглядят они одинаково для разных размеров. Поэтому картинки используются из базового товара. Вот они здесь у меня, картинки загружены. Так, ну, мы с вами можем посмотреть любой другой товар или попробовать создать свой какой-нибудь товар. Например, нам нужно создать товар. И если я нажму просто зеленую кнопку, обратите внимание, у меня создаться самый обыкновенный товар. Без торговых предложений, нет, комплект, ничего. Поэтому здесь важно определиться, какой же тип товара мы хотим. У нас здесь их несколько. Например, самый популярный для одежды и обуви – товар с торговыми предложениями. То есть товар, в котором будут содержаться еще целый ряд торговых предложений. Не менее популярные комплекты и наборы – это возможность несколько товаров собрать в один для того, чтобы увеличить средний чек, предложить либо пользоваться самому, определить, какой будет комплект, или продать ему конкретный, в смысле, какой он сможет собрать набор или продать ему конкретный комплект. В данном случае мы попробуем сейчас создать другой тип товаров. Это торговое предложение. И у нас будут синие панталеты. Как вы видите, система сама переводит символьный код для того, чтобы в адресной строке все было красиво, ЧПО были отличными и так далее. Ключевые слова и так далее. Непонятно. У нас будет свой собственный бренд. Это будет новинка и спецпредложения. Артикул пока я не указываю. Материал будет кожа. Цвет синий. Остальные я пока не заполняю. Тут у нас должно быть, конечно же, подробное описание. А, единственное, что я не добавил, это картинки. Нам же нужны картинки. Так, ну давайте я попробую поискать какую-нибудь картинку. У меня на рабочем столе где-то есть куча всяких картинок ненужных. Ну вот, например. Не знаю, что за картинка. Какая-нибудь ерунда наверняка. О, лодка. И, кстати, загрузка картинок у нас с вами подразумевает сразу какую-то первичную обработку. В частности, в данном случае кадрирование под квадрат. И мы можем выбрать какое-то другое, например, вариант расположения. Собственно говоря, определение, какая же будет картинка. Вот так вот, чтобы точно был квадратик. Вот так. И сохраняем. Система сама обработает картинку, сохранит ее в нужных размерах. Ну, собственно, определяем разделы. Да, это панталеты. И теперь нам нужно добавить торговые предложения. На самом деле нам нужно их сгенерировать, чтобы понять, собственно говоря, потому что размеров несколько, и нам удобнее не заводить каждое торговое предложение отдельно, а сделать сразу много их. Возьмем свойство родителя названия, чтобы в названии у нас было такое же, как название, собственно, самого товара. Вес, длина, ширина это нам неинтересно. Доступное количество мы сделаем 100 штук, допустим. Единственное измерение штука. Это может выбираться в процессе ставка НДС 18%. Это же товары. Цена товара 999 рублей. Ну, а дальше нам нужно определить, собственно говоря, какие будут размеры. Ну, вот я здесь выбираю до 40-го размера. Цвета у нас синий, синий, синий. Ну, и, собственно говоря, все. Больше нас ничего не волнует. Изображения мы не меняем, потому что они все выглядят одинаково, и генерируем. Система нам сейчас генерирует нужное количество предложений. Ой, сейчас чуть-чуть уменьшу окошко. И мы видим, что у нас генерировались все пантолеты синие для, собственно говоря, нужных нам размеров, которые я заказал, и они готовы. В общем, так мы с вами создали товар. Вручную загрузили, и он у нас появился в списке товаров. Давайте, кстати, посмотрим, что из этого вышло. Это у нас обувь, пантолеты. Ой-ой-ой, сколько тут вопросов опять. Ну, пантолеты не видно. Ну-ка, сейчас мы сбросим кэш. Ага, это Михаил, то есть я вот хотел бы прощать, то есть дать мне слово, то есть где-то минут через 5-10, потому что смотрю, что у нас тайминг подходит. Да-да-да, Михаил, спасибо, и да, я за временем слежу. Спасибо. Так, пантолеты у меня почему-то не появились, а почему, тип товара, предложения. А, стоп, я их вообще здесь не вижу. Куда же они делись? Так, будем искать. Наверное, их в какой-то другой раздел, хотя вроде нет. Сейчас попробуем отыскать мой товар. Все, пропал. Я что-то не то нажал, что ли? Надо же, куда-то товар пропал, который я только что создал. Вот чудеса. Ну, ладно. Сейчас, наверное, не буду тратить время на его поиски. Я, может, какую-то не ту кнопку нажал. У меня притормаживает немножко компьютер. Надо же так. Бывает, промахнулся. Что же, сейчас я вернусь к вопросикам, и нам нужно потихоньку заканчивать. И я хотел еще обратить ваше внимание на SEO-инструменты. Это то, что сегодня тоже входит. Так. От какого вендора сканер безопасности, Юрий? От нас мы его разработали. Так. Скажите, пожалуйста, две лицензии при покупке Bittrex. На двух разных сайтах? Нет. Лицензия у вас одна. Вы можете сделать два сайта на одной лицензии. Это означает, что вас в одной административной части с одним Bittrex на одном ядре может быть разработано два и, на самом деле, и более сайта. Это вполне возможно. Так. Есть ли возможность загружать товары из Excel? Да, есть. Сейчас буквально покажу через минутку. Где можно убрать складской учет по каждому товару? Убрать. Я вот сейчас его не включил, и он не работает. На самом деле складской учет в настройках интернет-магазина. Вот здесь есть тут, 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 сейчас. В мастере магазина. Да, мы можем найти сейчас, чтобы не искать в этом большом меню. Для этого мастер, собственно, и был сделан. Есть настройка склада. Вот. Количественный учет товаров в интернет-магазине. Ну да, настройки торгового каталога. Вот, включить складской учет. В данном случае он у меня выключен, и он работать не будет. Если здесь нажать «включить», то, соответственно, будет работать. Да, вот Наталья подскажет, что я не сохранил. Действительно, я, похоже, промахнулся по кнопке. Но бывает. Извиняюсь. Так, скажите, а есть ли плагин для автоматического добавления знаков на фотографию? Вы знаете, наш вот этот редактор фотографий умеет добавлять в вводные знаки какие-то подписи. В общем, там можно это сделать. И плагины в Marketplace тоже соответствующие есть, так что это ставится за несколько секунд. Так, что же, осталось два вопроса, которые мне вам нужно продемонстрировать. Я передам слово Михаилу. Это работа с SEO-наполнением, с SEO, как это сказать правильно-то, с SEO-данными и загрузка файлов из Excel. Начнем с SEO. Это, пожалуй, очень важно. Возьмем те же самые панталеты и посмотрим, что у нас в закладке SEO. На самом деле здесь, видите, все неактивно, потому что по умолчанию все настроено. Но настроено это в формате раздела каталога. Возможно, для каждого конкретного товара вы захотите иметь какие-то индивидуальные настройки. Для того, чтобы это было нагляднее, сейчас мы с вами зайдем в настройки раздела, а не товара. Я не туда побежал. Раздел изменить. И здесь мы с вами с этими настройками сможем поработать детальнее. Эти настройки для разделов и элементов. То есть, грубо говоря, мы с вами взяли раздел обувь, и для всего раздела обувь, всех его подразделов и элементов, можем за один раз настроить метатеги. В частности, метатег title, который будет отображаться вот здесь вот вверху, и, собственно говоря, который попадает в результаты поиска. Ключевые слова, description, который попадает там в описание в поисковой выдаче. И то же самое для элементов, то есть для карточек товара. Что мы здесь можем, на самом деле, зачем вообще это все нужно? Например, для конкретно этого раздела мы можем изменить. Во-первых, что вот это за this name, да, давайте разберемся. На самом деле это переменная, которая для каждого конкретного раздела вставит название этого раздела. Вы можете использовать целый набор этих переменных. Например, название текущего раздела я выбрал, вставил, и оно вставится. И здесь мы видим результат, как это будет выглядеть. Да, я вставил переменную this name, и у меня сразу появилось соответствующее название. То есть, грубо говоря, мы с вами можем для каждого этого поля выбрать целую кучу различных переменных и составить читабельный, понятный и человека понятный, и робота понятный текст, который будет хорошо выглядеть. В частности, вот, например, в магазине одежда плюс собран огромный каталог, где не последний уровень отведена разделу обувь, представленный официальным дистрибьютором в России. И у нас с вами в данном случае раздел обувь является переменной. То есть, например, для раздела обувь это будет обувь, для какого-нибудь подраздела это будут панталеты, для штанов это будут штаны и так далее. То же самое касается, например, карточки товара. И здесь можно использовать, например, разные другие переменные. Вот если мы возьмем свойства элемента, мы можем сюда поставить, например, что это новинка, что это какой-то цвет сюда вставить, или бренд, да, и мы с вами будем видеть эти изменения для конкретной карточки товара. В конкретной карточке товара будут подставлены свои показатели. То есть, грубо говоря, это такой генератор, который за раз генерируется для всего магазина, или для всего раздела, или для всего подраздела, да, уникальные и в то же время похожие ключевые слова и метатеги. То же самое может касаться настроек изображений для разделов. Например, вы можете указать шаблон альтернативного текста, да, который, кстати, используется в поисковых как для поиска по картинкам, или по картинкам, или вообще, в принципе, для поиска. Шаблон title, который тоже название картинки прописывает. И шаблон имени файла, чтобы файлы, которые вы загружаете в тот или иной раздел, тоже переименовывались и, соответственно, выглядели там роботопонятно. Для детальных картинок, для анонсов и так далее. Есть целый ряд настройок. Эти настройки доступны как для всего магазина, так и для конкретного раздела, или вы можете перейти и изменить эти настройки для конкретного товара. То есть если вы, например, какой-то один товар сильно продвигаете и делаете на него особые ставки, вы можете именно для этого товара зайти в раздел и сделать для него уникальные настройки. При этом для всего остального раздела каталога останутся настройки общие, и это будет работать автоматически. То есть, по сути, мы очень сильно упростили работу с SEO для каталога интернет-магазина. Ну что ж, и последний на сегодня вопрос. Это касается импорта. Это магазин, настройки и импорт данных. Понятно, что если у вас есть 1С, то с 1С все хорошо. Настраивается импорт из 1С, и там целый ряд настроек тоже есть. Тоже непростая история. Под это у нас есть свои вебинары, в которых очень подробно рассматривается, как это делается. Но если у вас есть прайс-лист от поставщика, или у вас есть регулярные прайс-листы от поставщика, да, бывает такое, что вы там раз в день или раз в неделю получаете новый прайс-лист, там могут оказаться новые позиции, новые цены, остатки по складу и так далее, то можно настраивать периодический импорт или разовый импорт. В случае с разовым импортом мы можем пойти непосредственно, например, сюда в контент по блоке и вот сюда в импорт, да, и в импорт из CSV выбрать и загрузить сюда просто CSV файл, то есть из Excel сохранить CSV, загрузить сюда, просто взять этот файл, выбрать, куда, собственно, адресовать этот каталог и пройти по следующим полям. Они там довольно понятные и простые, и, безусловно, как всегда, есть у нас справка, которая поможет с этим справиться. Что касается регулярного импорта, то регулярный импорт тоже имеет место быть, и это нормальная история, потому что бывает, что информация на сайте обновляется из Excel, и здесь у нас есть профили импорта. Вот есть, например, импорт CSV.new, который можно отредактировать, ну, в смысле, на базе которого можно создать новый профиль. Вот, ну, в частности, он выглядит точно так же, как только что мы были в импорте, потому что это то же самое, но, по сути, будет работать на регулярной основе. Мы, опять же, выбираем, что куда. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня какой-нибудь файлик для импорта. Боюсь, что да, здесь у меня сейчас файлика для импорта нету. Посмотрю, может, у меня тут в материалах что-то есть. Это все нельзя импортировать. О, тут есть что-то, ну-ка. Во, отлично. Price 1SBitrix. Прекрасная история. Сейчас мы его загрузим. И попробуем посмотреть, что у нас получится. Следующий шаг. Дальше нам нужно определить, собственно, что же это такое было. А, стоп, стоп, стоп. У меня Price в формате Excel. Да. Беда, беда. Не смогу сейчас загрузить, переделывать файлик, наверное, долго. Времени, к сожалению, нету. Но давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Попробуем прогнаться по этому мастеру, чтобы убедиться, как это все делается. На самом деле вот здесь вот в образце данных вам будет показано, как выглядит в разборе ваш файл. Вы можете отметить, что первая строка у вас содержит имена полей. То есть это, собственно, сами поля. Вы можете определить, в каком формате эти данные, чем разделяются поля. Они в CSV могут разделяться разными знаками. И это тоже нормально. Ну и, соответственно, следующим пунктом у вас будет соответствие полей. То есть вы будете определять, какое поле какому свойству вашего товара будет соответствовать. И вот выставив такое соответствие, указав там, откуда загрузить картинки, если вы загружаете тоже картинки, их можно целой пачкой загрузить. И, соответственно, определить, где они хранятся. Выбрать, что будет с товарами, которых не было в файле. То есть, например, вы можете их деактивировать. Если в новом файле к вам не пришли какие-то товары, значит, их на складе нет или еще что-то. И их у себя тоже надо отключить. Или наоборот, активировать или не трогать товары, которые есть. Ну и так далее. И выбрать определенные настройки. Дальше вы определяете, как название этого импорта называется. И, собственно говоря, запускаете. После сохранения вам нужно будет определить какое-то расписание, по которому вы будете работать. Ну вот у меня сейчас ничего не получится, конечно, потому что я чужой файл или неправильный сюда загрузил. Система, конечно, ничего толком не сделает. Но в целом определить, как запускать, можно. Здесь вы будете определять, как, собственно говоря, запускать этот импорт. Его можно добавить в меню, чтобы из меню сайта запускать этот импорт по кнопке. Можно создать агента, который будет запускаться в определенное время. Можно повесить на крон. Это серверная технология периодического запуска. То есть, например, если ваш сайт совсем непосещаемый ночью, и вы хотите ночью, там, в 3 часа ночи запускать этот импорт автоматом, то лучше всего подходит привязка к крону. Большинство хостингов эту услугу предоставляет бесплатно. Это нормальная история. Так, 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 так. Вижу несколько вопросов. Буду передавать потихоньку слово Михаилу. Михаил, переключайся потихоньку на себя, я отвечу на вопросы, которые здесь есть. Вернее, нет, переключить я сейчас переключу. И попробую пока ответить. Михаил, готов? Так, какие вопросы? Готов, да? Алло, как слышно? Да-да, я готов, на самом деле. То есть, могу уже начинать. Сейчас, секунду, я пока переключаюсь, отвечу на два вопроса, которые здесь есть. Это для карточки, как указать, сейчас же мы в разделе. На самом деле, это речь идет про SEO-данные, да, для карточки они указываются автоматически в настройках раздела. То есть, вы для раздела настраиваете, во всех карточках проставляется автоматом. Если вы хотите для какой-то одной конкретной карточки эти данные изменить, то есть сделать уникальными, то вы, соответственно, заходите в соответствующий товар и уже в этом товаре, в закладке SEO, вставите галочку, что хотите изменить или уникальное сделать и прописываете все уникальные. Будет ли доступно в записи? Да, будет доступно в записи через, ну, через день, наверное, может быть, завтра, послезавтра. А завтра пятница? Ну, значит, завтра или в понедельник. Ну что ж, спасибо за внимание. Сейчас передаю слово Михаилу. Вопросы вы можете продолжать задавать. Я все еще здесь с вами, буду до конца всего вебинара отвечать уже в текстовом формате. Ну и Михаил тоже будет отвечать на вопросы устно. Все. Да, Сергей, еще минуточное уточнение с тобой. То есть подскажи, сколько у нас есть времени после, собственно, официального завершения вебинара, то есть насколько мы можем задержаться? У нас нету подпирающего сзади вебинара следующего, поэтому мы в целом не ограничены. Ну, как бы... Да, я понял, слушайте. Мы расстегиваем до вечера. Да, смотрите, я постараюсь уложиться примерно в 40 минут по вопросам, в том числе, которые вы будете давать, по моей презентации. И расскажу предварительно, о чем мы будем говорить. То есть сегодня мы затронем две темы. То есть первая часть, то, что говорил Сергей, то есть мы поговорим вообще про рынок интернет-магазинов, рынок одежды, как продавать на этом рынке, на что обращать внимание при создании магазина, как рассчитывать бизнес-план, например, то есть как совершают покупки непосредственно покупатели, на что они ориентируются. Вторая часть будет посвящена непосредственно демонстрации наших решений, в том числе и кейсов наших клиентов. И мы там поговорим про внешние особенности, то есть в том числе, то есть главное, это каталог, это детальное, что там можно менять, на что обращать внимание. Были, знаю ли я у нас вопросы по поводу того, какие есть плюсы, минусы подводные камни в готовых решениях, это я расскажу отдельно. Ну и, собственно, давайте познакомимся. Сейчас должен быть виден мой экран. Я предлагаю сейчас, пока я две минуты расскажу про нашу компанию, Ромза, вам написать в поле вопросов, чтобы я тоже понимал, в ходе доклада на что ориентируются, что больше, оказывается, нет. Кем вы являетесь, то есть, например, вы начинающий предприниматель, то есть который только думает создавать интернет-магазин. Возможно, у вас уже есть какой-то собственный бизнес, и вы сейчас думаете выходить на другой рынок, например, на интернет-магазины, либо, может, своя какая-то компания, занимающаяся торговлей, и вы думаете добавлять направление на интернет-магазин. Возможно, вы технический специалист при предприятии, либо маркетолог при предприятии, который слушает вебинар, то есть интересно. Может быть, партнер Bittrex, который, наши коллеги, смотрит новые интересные готовые решения для себя. Напишите, пожалуйста, немного про себя, и я потом посмотрю в поле вопросов. Пока про нас. Собственно, мы на рынке готовых решений уже три года, и при этом в целом Bittrex занимаемся около 10 лет. Чем мы, скажем так, отличаемся от других компаний? Сергей говорил уже, что мы одни из лидеров, кто больше всего продает решения своих. Для вас, что это значит, прежде всего, посмотрите, пожалуйста, у нас есть в самом низу сайта карта внедрения наших решений. То есть, могу смело говорить, что больше тысячи магазинов запускались, мы не все добавили сюда, по России, СНГ. Вы даже можете посмотреть, что здесь и Румыния указана, то есть у нас есть примеры, то есть магазины, которые за рубежом продавались, в том числе и США, например, вот сегодня затронута была эта тема в вопросах. И, то есть, примерно три года назад, то есть, собственно, когда Марлина Квартиплейс только зарождался, да, скажем, то есть Роман Забродин, основатель компании, то есть у него статус MVP, то есть пять партнеров, все такой статус имеет. Он, как раз, предлагал, что в каждом городе практически нужно, например, в своем магазине одежды, то есть, и вместо того, чтобы каждый раз делать на языках, лучше один раз сделать хорошо и тиражировать. Нужно делать Марли Квартиплейс для разработчиков, чтобы можно было коленом продавать. Вот, это наш сайт, и есть тут наша команда, да, собственно, вы можете посмотреть. Мы не скрываемся. Вот они мы. Сейчас я посмотрю еще, что вы писали в вопросах, и перейду непосредственно к первой части своего доклада про рынок интернет-магазинов, про то, как писать бизнес-план, про то, на что ориентируются клиенты при покупке в интернете. Зачем вам это знать? Затем, что когда вы говорите, что на демо создаете свой магазин, вы должны уже понимать, скажем так, будет ли удобно вашему клиенту, да, скажем, купит он или нет, а не просто создавать. Так, сейчас смотрю вопросы. Уточню с Сергеем, что в записи у нас будет, да, то есть вебинар. Обычно записываю. Сейчас Сергея не слышу. Так, вот смотрю, Илья Кертель писал, что он маркетолог. Так, Роман про новый функционал подарки, то есть не уверен, что будем рассказывать. Так, Наталья технический специалист при сети магазинов. Вот Мария, наш коллега тоже занимается разработкой сайтов. Игорь, есть свой бизнес, то есть нужно понимание возможностей системы BITX. Игорь, здесь вот можно, кстати, вопросы записать, скажем, что вас сейчас волнует, потому что, ну вот, все возможности описать, да, скажем, это большой такой, скажем, слайд, несколько слайдов, да, скажем так, что мы не расскажем за такой короткий формат, а сможем ответить на те вопросы, что вас волнует. Ну и частично, конечно, и сами расскажем по возможности BITX, Сергей уже говорил. Я добавлю еще некоторые моменты. Так, Ольга про товары из 1С, то есть можно будет после вебинара задать вопрос, собственно, будут мои контакты, значит, мы можем помочь. Так, вы программист Василий. Валентин Густев, да, то есть наш коллега, то есть своя студия и пределительный магазин. Дмитрий из Носковской стартапы, я, насколько я помню, вы были у нас на вебинарах, поэтому для Вас информация чрезвычайная будет повторяться. Так, ну, загрузки, просто не сказать, давайте спорю. Не думаю, что там было что-то сильно коммерческое. Так, давайте начнем, собственно, первая часть. У Вас должно быть видно, то есть о чем мы поговорим, то есть про нишу и идею, еще раз про выбор, готовое решение или идеальная разработка подводной камней и боевой тест, то есть я буду показывать на примерах наших решений Битроника и Апарель, что мы делали, то есть о кейте клиентов и почему именно так заложено. И, собственно, первая часть называется «На где деньги?», то есть 7 особенностей наших покупателей. Прежде чем к ней перейти, я частично повторюсь, да, про рынок интернет-торговли. То есть в мире и у нас в России. То есть вы видите у себя на слайде, что примерно 1 триллион был в 2012 году, рынок интернет-торговли, сейчас на 2016 год он в два раза вырос, мировой рынок. Да, еще планируется, что вырасти до 2016-2017, то есть это примерно, наверное, на 15%. Какая динамика в России? В России. Динамика в России у меня взята старая кодинка по 2014 год, то есть у нас со 180 до 2014-560, но в 2015-е, я вот предыдущие исследования смотрел, это было около 760. То есть можно сказать, что это практически в 4-4,5 раза вырос рынок интернет-торговли, и с точки зрения потенциала, то есть по сравнению с мировым рынком, то есть у нас, конечно, гораздо больше потенциала, потому что я все равно не на столько разный интернет-торговли, и у нее есть свои особенности в нашей стране, про это дальше я расскажу. Собственно, кто делает эти цифры, да, то есть этот рынок, да, то есть примерно около 97 миллионов активное население России, да, скажем, то есть мы видим здесь активные онлайн-покупатели 26%, те, кто не имеет опыт покупки в интернете, и сейчас их очень меньше, чем в 2014 год, те, кто не пользуется. Для нас это показатель, что показывать, то есть вообще, то есть проникновение им, там, то, что показывали в городах, в селах, да, скажем, то есть кто пользуется, кто совершает покупки, а кто нет, оно, если вы видите, что оно небольшое, то есть для нас это, наоборот, хорошо, потому что рынок еще может расти, то есть он ненасыщенный, и дальше будет расти, и он и сейчас продолжает расти, несмотря на кризис. Просто, возможно, ну, удельная прибыль не такая большая, какая, скажем, какая была раньше при тех же объемах, например, но объем увеличивается. И что чаще всего покупают в интернете, то есть и сколько покупают в интернете. На предыдущем слайде я показывал, что вот около 20 миллионов – это активные инлайн-покупатели. Из них одежду покупали, если тут просуммировать, это около где-то 17-18 миллионов. То есть практически каждый покупатель в интернете, он сталкивался с тем, что покупал одежду. Кстати, вы можете написать мне там вопросы, там, кто, что покупал в интернете. Тоже это будет интересно. То есть про себя скажу, что и бытовую технику покупал, и крупногабаритную, и различные компьютерные гаджеты. Так, и дальше. Собственно, то, что я сказал. Одежда у нас на первом месте, точно так же, что и мелкая бытовая техника. Дальше мы видим косметику, парфюмерию, мобильные телефоны, электронику. То есть такие подниши, то есть с точки зрения бытовой техники и электроники. О чем это надо говорить? Ну, что рынок есть, что покупательский спрос есть. И стоит сюда идти. То есть можно выдохнуть. Я сделал последнее исследование, какие товары покупали в разных магазинах в течение последних 12 месяцев. Это статистика у Яндекса, то есть она на конец 2015 года. И здесь мы видим 4 колонки с точки зрения одежды. То есть 22% людей покупали одежду в своем городе. Еще 23% заказывали одежду не из своего города, то есть из других магазинов, то есть доставка. То есть это вообще не из своего города, то есть по России. 22% это непосредственно, то есть сейчас не стоит вас на помощь Европу, то есть 15% из Китая заказывали. То есть мы видим, что есть трансграничные торговли, есть торговли и в России, в том числе, то есть как из своего города покупают, то есть люди вашего города, то есть это не значит, что это потенение для вас покупателей, так и из других городов покупают. И сейчас есть такой тренд там в изучении различного валютного контроля, то есть операции с другими странами, поэтому я думаю, что часть того, всех покупателей, которые были, например, покупали в Европе, и сейчас невыгодная экскурсия валют, кто был в Питале, тоже в Солнечном Чете комплинируется, чтобы сейчас еще поток будет перетекать в сторону России. Вот, собственно, разбито российские, китайские и другие магазины, то есть ищем одежду, область, то есть 36% российский магазин, китайский магазин, два числа, другие 12%. Что именно покупают? Ну, радостная новость. Деньги есть. Собственно, доказательства этому, то есть я вам говорил, то есть на нескольких слайдах, та статистика, тот тренд движения, который задан, и теперь, когда деньги есть, нужно решить следующий вопрос. Где деньги в вашей нише? Здесь я привел несколько ресурсов, как вы можете посмотреть еще до создания интернет-магазина. Ну, самый простой источник, это Wordstat, Яндекс.ру, то есть сейчас, без ограниченности времени, я не буду показывать вживую, объясню, что он делает. Вы можете по нему посмотреть, сколько поисковых запросов в вашей нише, то есть в вашем городе, например, или в вашем крае, области, да, и в целом по России по выполненному вам товару, ассортименту, то есть посмотреть, ищут ли этот товар. Второй момент. Можно составить список конкурентов своих, и посмотреть, есть ли у них счетчики. То есть счетчики открыты, то есть на сайте, какая посещаемость, если мы изучаем трафик. В том числе, вот сразу перейду к четвертому пункту, мы можем изучить сайты конкурентов, откуда у них трафик, по специальным сервисам, которые там скажут нам, как они подбегают в интернете, да, скажем, на что они тратят рекламу, то есть в том числе это будет бесплатно, в ограниченном виде, скажем так, бесплатно, в более полном виде, то есть надо уже что-то заплатить, но на старте даже такой информации бесплатной хватит. Ну, и у меня был еще один пункт, это какая именно конкуренция, то есть в вашей нише конкуренция все-таки это идет, например, по цене, то, что часто в интернете бывает, это конкуренция по какому-то сервису, то есть удобство, это конкуренция в том числе по времени, например, время доставки, например, играет роль, что хочу сейчас, то есть по запросу. Ну, и, собственно, на основании данных мы выбираем, то есть в какую нишу двигаться, то есть и на что тратиться. Ниже я привел ресурсы, где еще можно посмотреть различные сервисы, например, для анализов инклиментов, для выброса ниш. Можно будет у меня, собственно, здесь внизу есть мои контакты, можно будет запросить после вебинара, я вам презентацию отправлю, то есть не секретная информация. Дальше, и что прочитать? Почитать можно в том числе ресурсы, и про интернет-торговлю, то есть это я больше говорю для тех, у кого стартап на данный момент. Так, ресурс именно 1SBitrix это ProGrably.ru, второй пункт, то есть это в целом и про интернет-технологии, опыт кейсы, другие моменты. Третье, веб-дела, это блок именно про интернет-магазины на 1SBitrix, про их юзабилити, то есть там можно почитать разборы различные, и ShopOlog.ru, это в принципе в целом про интернет-инмерцию, очень много всего, то есть как минимум с чего можно намечать. Ну и что скажем, большому кораблю большое плавание, то есть давайте подумаем теперь уже про наших клиентов, про наших покупателей, как они делают свой выбор, потому что на основании того, как они делают свой выбор, то есть мы будем решать, куда направить наш интернет-магазин, то есть в какую сторону, по удобству, по сортименту, по товарам, которые там выложены. Вот здесь у меня есть статистика 2016 года, то есть что именно покупали в интернете, чаще всего покупали футболки, обувь, платье, рубашки, бузы, и, что верно, что никогда бы не стали покупать. В группе верхней одежды, аксессуары, при этом скажу, что сейчас тренд такой, что практически все покупать на интернете, но надо также смотреть статистику запроса в Wordstat, в Яндекс, да, то есть насколько это актуальная ниша, насколько решает там спрос. То есть это примерный показатель. Это, наверное, нужно делать поправки на ветер на текущее время и на вашу нишу. И где покупают, то есть тоже одно из последних исследований осень битвы 2015, то есть только в российских магазинах 42%, в российских и зарубежных 55%, это в сумме 93% зарубежных 93%, из них большинство, ой, зарубежных 58%, большинство в китайских магазинах. То есть мы видим, что практически половина рынка, то есть только в российских, но при этом сейчас будет тренд на то, чтобы в принципе больше покупок именно в российских интернет-магазинах. И для нас важно и где покупают. Можете вопросы написать, из какого вы города, то есть где больше рынка. конечно, четверть рынка, даже треть месяц Московской области образует Москва и Московская область. Почему так? То есть здесь наиболее финансово обеспеченные покупатели, здесь очень важно время, потому что людям важна доставка, и это емкий рынок для интернет-торговли. Дальше мы видим небольшой процент 70% у Санкт-Петербурга, около 20% это остальные города-миллионники и города 500 тысяч 1 миллион человек. Показывает, что даже если вы из регионов, то есть у вас есть рынок, в том числе рынок в своем городе, да, и крае области, и города меньше, то есть 100-500 тысяч еще где-то четверть рынка. То есть тоже можно там торговать. Сейчас посмотрю, что вы мне уже писали по вопросам заданным. Так, вот Марина из города Братска. Ага, и Ткутская область. Так, я вижу. Так, Василий из Красноярска. Мы тоже из Красноярска сейчас вещаем, собственно. Приветствую. Иваново или Аперти? Это, я так понимаю, Московская область. То, что я рассказывал. Давайте пойдем дальше. И вопрос, сколько нам принесет каждый покупатель. То есть обычно, скажем, рассчитают, что вот покупатель пришел, купил у нас, вот он нам принесет деньги. Мы можем считать для нашего бизнес-плана по-другому. То есть в среднем каждый покупатель совершает около 7-8 покупок в год. И когда мы рассчитываем наш бизнес-план интернет-магазина, мы можем примерно считать, что новых заказов нам вместе идет определенное количество, например, 40-50. Из них лояльными покупателями ставят 80%, то есть отвал 20%, и то есть 40- 0,8 это сколько будет 32, то есть эти 32 покупателя мы можем на год умножить, сколько они могут обокс решить. Конечно, здесь нужно смотреть ассортимент в нашей нише, то есть особенности нашей ниши, что какой частый спрос, насколько частый спрос в нашей ниши бывает, что товар выходит раз в два года, раз в несколько лет, или там, если это одежда, а мы сейчас говорим про одежду, интернет-магазин одежды, конечно, это где-то не меньше трех-четырех раз в год, потому что благо, что мы живем в России, где представлено полноценно и время, как зима, и как лето, и демисезонные периоды, и как весна, и осень. И мы можем от этого отталкиваться. Дальше мы видим наиболее активные категории, критерии наших покупателей, здесь обойдите внимание, что даже мы сегодня жители Москвы и Санкт-Петербурга. И, собственно, как же они покупают, как они совершают свой выбор в интернете между несколькими интернет-магазинами, как сделать так, чтобы они выбрали вас. Видим, что на первом месте идет ценовая конференция, что и убеждение, что товар стоит дешевле, чем обычно в магазинах. Да, это понятно, потому что не надо тратиться на аренду где-то в дороговом торговом центре. Второй момент. Это удобство. На магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары. Как вы можете использовать этот пункт в своем интернет-магазине? Конечно, вы должны заранее продумать навигацию, смотреть скорость интернет-магазина, что человеку удобно и не нужно приходится ждать. И, собственно, использовать этот фактор. Дальше. это удобно вообще сравнить с другими магазинами, то есть не надо несколько километров идти между разными магазинами. И дальше. Есть такое, что просто удобно заказать через интернет, чем тратить время. Это вопрос временного фактора. Это также удобнее сразу было заказать доставкой. И есть еще такое, что отсутствие ассортимента. это как раз то, про что мы говорили, мало для рода, то есть где нет ассортимента, в том числе и даже крупные города-миллионники, не всегда все есть. Поэтому заказы смотрят в магазине. Может быть, это то, чего нет в вашем городе, то есть на что есть спрос. Идем дальше. И, собственно, вопрос. А где совершают покупки? В каких магазинах? Мы видим, что по этой круговой диаграмме, что почти половина купателей заранее знают, где они купят. То есть делают покупки в интернет-магазине, где уже раньше делают. Я сам могу сказать про себя, в отношении бытовой техники, электроники, что мне тяжело делать выбор. То есть я когда для меня сумма незначительная, я уже первым делом идем на тот сайт, на тот интернет-магазин, где я ранее покупал, я знаю, что они работают хорошо, у меня не было проблем с заказом, и делаю заказ там. Для нас, для новой интернет-магазина это, собственно, сразу половина рынка отсекает. Дальше. Что еще идет? Есть еще люди 25% которые заранее знали несколько интернет-магазинов, где можно купить такие товары и выбирать один из них. То есть выбор идет из нескольких магазинов, сравнивается, и выбор делается там. То есть несколько брендов. И непосредственно конкуренция магазинов. То есть это те покупатели, которые еще не знают, где купят, это как раз наши покупатели, это все 27%. Статистика с одной стороны удовольствующая, с другой стороны она для нас и положительная. В каком плане? Мы понимаем, что если покупатель сделал у нас заказ, то основная модель прибыли в том, чтобы он дальше был лоялен нам и продолжался решать нас покупки в течение своей жизни. Кстати, про покупки дальше расскажу интересный кейс, даже сейчас. Чем выгоден интернет? Здесь вы можете быстро менять свой ассортимент, даже иногда без закупок товара, то есть просто его представляя. У нас был магазин, что торгует спортивными товарами, они под Новый год просто взяли и выставили у себя отдельным разделом елки и елки покупали. То есть тоже такой момент, что трафик есть, покупатели заходят, смотрят актуальные белье. Вы водружите с клиентами, да, то есть это то, к чему я вел. То есть важно операционное обслуживание с первого момента, как вы запустились. И здесь я бы хотел затронуть модель представления воронки продаж. Обычно ее представляют так, что есть какой-то трафик, количество посетителей, что были у нас. Дальше кто-то из них посмотрел, сделал заказ, часть из них оплатили, часть нет, и, собственно, получаем покупателей, которые нам заплатили товар. Вот по факту получается по-другому, что у нас человек, который заплатил товар, то есть у нас с ним начинается отношение бельки, скажем, потом удержание, акции, посылок, напоминание о себе, то есть и у нас увеличивается пул лояльных клиентов, которые нам делают заказы, в том числе по сфере одежды. Одежды, потому что часто меняется, часто различный сезон, то есть здесь каждый покупатель потенциально в течение всей жизни он может покупать, какая ему нужна одежда. продолжаем, если это у нас не магазин свадебных платьев и сразу любовь на всю жизнь. Продолжаем. И тут стоит вопрос, как сделать первые продажи, то есть тем покупателям, которые выбирают, не знают, где купить. Как они выбирают? Те покупатели, которые просто не знают, полезли в интернет, в Татькову сроку, в Яндекс, набрали, платья к лету, сезон, бикини. 47% это половина через поиск в интернете, это поисковая строка, соответственно, для нас важно быть представленными по нашей нише, то есть хотя бы на первой странице, не обязательно первой, но хотя бы на первой странице, потому что дальше первых двух, трех страниц редко люди идут, можете по себе оценить, идете ли вы, когда сами ищите товары, дальше. Следующий момент, это те, кто сравнивает цены, то есть в нескольких интернет-магазинах и выбирает лучший вариант. Вы, если у вас есть возможность бонусная, договориться с поставщиком вашим, выставить лучшие цены, это можно использовать, соответственно, так по ценовой конференции решить вопрос, но при этом все равно вас должны увидеть в поисковой строке, иначе даже если у вас хороший товар, выставленный где-то там на пятой, шестой, седьмой страниц, то есть вряд ли до вас дойдут. Хороший товар по цене имеется в виду. И важна именно сарафанка. Сарафанка это и как то, что рекомендации родственников, друзей, знакомых, и к сарафанке я отношу в том числе к лояльности, наверное, то, что люди покупают там, где уже покупали раньше. Дальше изначенных факторов мы видим только что Яндекс.Маркет это крупные площадки все агрегаторы трафика, скажем так, важно там быть представленными. И здесь я бы обратил внимание на один пункт в самом конце. 2% по рекламе не в интернете. Если вы пришли и здесь еще торгового бизнеса, где у вас работают баннеры какие-то что-то еще там радиореклама то здесь это вряд ли будет работать. Можно проверять ниши, но с точки зрения стоимости баннерная реклама и те деньги, которые можно вложить в интернет рекламу дает обычно больше КПД больше коэффициент полезного действия и больше покупателей вам. И дальше мы говорили про удобство то есть людей попросили ответить что же для вас чем же для вас является удобство что нужно чтобы вы решили что это удобный сайт и смотрим что здесь есть качественное описание товаров наличие на сайте отзывов и товаров а для нового интернет-магазина это вопрос где взять отзывы мы же только запустились и мы своих решений предусматриваем как решать этот вопрос дальше расскажу подробные и понятные информации об условиях доставки наличие разных вариантов платы удобная организация каталога по поводу разных вариантов оплаты заказа то есть если в вашем интернет-магазине нету возможности онлайн оплаты где-то 20-25% возможности покупателей вы точно теряете это важно сделать покупку максимально простой для клиента из этих пунктов я бы сделал один важный вывод если вы посмотрите то здесь почти нету пунктов относящихся к технической платформе интернет-магазина здесь все пункты почти все организация каталога это относится к технической интеграции платежными сервисами и организация каталога но все остальное это ваше наполнение магазина то есть это то как вы наполните магазин что вы там напишите то есть насколько важный насколько много там будет какого-то текста контента и зависит напрямую от вас не от платформы которую вы выбираете поэтому это может тоже заранее закладывать для себя продумывать и когда вы запускаете магазин конечно заполнять его качественно для битые уже заканчиваюсь с периодической части почти заканчиваю сейчас еще 5-10 минут и собственно посмотрю вопросы и перейдем к практике хотел бы еще немного остановиться на трендах 2015-2016 года то есть что сейчас происходит в интернет-маркетинге в интернете интернет-магазинах уже говорили о том что сейчас важны мобильные телефоны смартфоны планшеты чтобы больше половины трафика по статистике Google приходит с мобильных устройств и даже сейчас с точки зрения Google то есть термин сайт он уже по умолчанию предполагается что сайт для каких-то мобильных устройств а уже потом сайт для персонала компьютера ноутбуков поэтому важно чтобы ваш сайт был адаптивным либо имел мобильную версию второе многоканальный подход это то что сейчас интернет-магазины крупные выходят наоборот в торговые центры торговые предприятия то есть которые раньше торговали только офлайн наоборот выходят на рынок интернет-магазинов важно использовать несколько каналов продаж и отовсюду получать клиентов лидов то есть приема можно много чего перечислять анализ торгетивных предложений это то что есть big data то что есть битекси на основании поведения покупателя ему что-то предлагается так по поводу доставки возврата бесплатной доставки это актуально но здесь нужно считать маржу потому что возврат уменьшает вашу маржу на курьера так персонализация социальные медиа пользовательский опыт продающий контент в принципе в какой-то мере я это все рассказывал и по удобным способам поэтому сейчас не буду останавливаться и еще покажу вам небольшую списку по мобильному трафику это проценты от заказов интернет-магазинов ну проценты заказов интернет-магазинов что были именно на мобильных устройствах например в Японии то есть половина заказов интернет-магазинов делается с мобильных устройств и дальше мы видим по уменьшению в России пока только одна пятая часть заказов делается с мобильных устройств но в будущем тоже такой тренд будет расти расти и процент заказов с мобильных устройств поэтому отображение мобильной версии это важная характеристика интернет-магазина и здесь тоже есть нюансы связанные с тем что в мобильной версии вы не всегда можете показать все пункты все меню все разделы все функциональные сайты то есть что нужно оставить что нельзя оставлять и по этому коду мы тоже подробнее дальше рассмотрим что можно делать немного хотел сказать про ниши для быстрого старта у вас может быть уже своя ниша можно написать тогда вопросы это детские вещи дети растут те же лояльные покупатели мамы беременные молодежные вечеры чтобы в больших городах очень развитые различные субкультуры хипс любое нишевание вариант спецодежда вечерние свадебные платья в том числе нижнее белье очень часто продают в интернете и это один из товаров с высокой наценкой брендовые вещи тоже вариант давать брендовые вещи через интернет магазин потому что покупают не потому что скажем так скажем так вы не конкурируете с физическими магазинами которые те же бренды продают точнее условно конкурируете потому что в интернете покупают что-то удобнее проще и если человек привязан бренд то есть он точно так же может купить у вас не было таких ограничений успешные игроки в России мы сейчас рассмотрим немного чтобы понимать структуру сайта ну и собственно можно как вариант отправить не на телефон смс я вам вышлю материалы со своей почтой аналитику на основе чего это все я делал этот доклад и перейдем непосредственно к тому как сделать интернет-магазин что привлекает клиентов и как выбирать готовое решение или разработка на заказ быстро пробегусь нужно понимать что по заказной разработке это труд минимум трех-четырех специалистов дизайнер программист это верстальщик и невидимой рукой менеджер проекта это и время и в то же время это и деньги вы не сможете быстро запуститься и что самое важное если у вас еще не было опыта в интернет-торговле то есть ваши ожидания может не совпать с реальностью в этом плане интернет-магазины как типовые решения они уже проверены то есть на сайтах других клиентов что это работающий бизнес что это сайты удобные которые приводят к заказу в сравнении с тем что если делать на заказ с другой стороны то есть на заказ вы можете сделать все что вы хотите но цена соответственно будет на порядок либо несколько порядков выше ну и вот то что я говорил про цену это экономия бюджета для примера то есть даже в регионах делать хороший магазин это там где-то 300-350 тысяч рублей для Москвы можно спокойно там нажать на 2-3 от аппетита в компании того что стоимость жизни больше до миллиона и даже у меня есть кейс это московская сеть магазинов которые вложили миллион в то что сделать свой интернет-магазин около года они примерно как-то его доводили до ума то есть в целом довольны но руководитель проекта сейчас смотря назад на время он понимает что лучше мы сортовали на готовом решении и потом его доработали сэкономили бы там 80-80 бюджета от магазина и собственно быстрый старт это то что важно в каких-то сезонных нишах то что вы можете с готовым решением сортовать быстро да скажем то есть там за 2 недели безусловно говоря если я заработаю то есть заполнить магазин уже начать его подвигать за первый месяц получать заказы в последнее там с меня читаем месяцами разработки заказной подойдя итоги то есть еще это большой выбор минимум исков возможность доработать потом новый функционал обновления решения был вопрос перед вебинаром какие есть подводные камни с точки зрения типовых решений скажу про себя скажем то есть наш опыт по поводу подводных камней то есть плюсы и минусы плюсы я уже назвал теперь какие минусы когда вы выбираете готовое решение нужно смотреть первый момент да сколько магазинов запущено на этом решении то есть это можно смотреть количество продаж по кейсам внедрения посмотреть что это не решение пустышка второй момент это как часто обновляется решение насколько оно развивается потому что могут выложить магазины он например будет не обновляться то есть вы по сути один раз заплату заплатили и все либо он еще обновляется и вы получаете тот же новый функционал без заплаты потому что с каждым магазином идет год технической поддержки к этому решению кстати это уже включено в отношении по сравнению с заказной разработкой и обновление решения ну и собственно момент как бы я говорил технической поддержки насколько она быстро не быстро работает насколько есть много материалов которые помогают допустить интернет магазин так кейсы и практика давайте наконец перейдем к этому и потом конец вебинара да про бонусы для участников так смотрю вопросы начинаем от последнего то есть смотрю где вот не отвечал Сергей где можно посмотреть стичку поедем в шаблон много ли деланных магазинов какая конверсия но много ли деланных магазинов я сейчас покажу можно в том числе на marketplace по поводу какая конверсия на компетном магазине коммерческие данные которые вряд ли вам расскажут и мы тоже не можем говорить по своим клиентам можете просто смотреть по времени работы магазина работает ли он или нет собственно покажем например решение нашей битроник 2 по нему мы смотрим отзывы в том числе то есть по решению хвалят техническую поддержку команд то есть перечискать у нас там бывает негативный будет сбывать обсуждение много обсуждений что но здесь в этой вкладке мы видим как часто обновляется решение здесь мы видим там в марте было феврале было обновление в январе было в декабре вот это решение у нас практически каждый месяц обновляет ну и поддержку то есть режим работы технической поддержки последний вопрос который был еще где посмотреть магазины можно посмотреть на наши странички да то есть вот видите то есть какие-то лучше мы выложили здесь не все но лучше и можно еще посмотреть на сайте разработчиков в данном случае это у нас реальные проекты но здесь по-моему больше 100 150 выложены карт-магазинов в самых разных нишах заполняется то есть такой функционал да вот смотрим смотрим да и листаем да все доставил до конца достаточно много магазинов таких что здесь представлены только те интернет-магазины которые прошли наш внутренний контроль качества например того что они правильно запомнены даже не заброшены так другое наше решение это аппарель например сейчас я вам покажу два решения я сегодня буду рассказывать буквально в течение 10 минут потом вычатникам постараюсь бросить в виде записи подобных где мы рассказываем про наши решения битруник 2 интернет-магазин одежды вы видите вот так он выглядит стандартный интерфейс но он очень сильно меняется поэтому не смотрите что вот это вот только так да я сейчас проект этому я уделю внимание потому что это основная фишка то есть то есть то с чем связаны интернет-магазины шаблоны как раз подводные камни говорят что есть подводные камни чаще всего дизайн можно менять только цветовую гамму буквально а все остальное требует программирование у нас здесь этот вопрос священ решение у нас для интернет-магазин одежды опорей позиционируется только как интернет-магазин одежды вариант и примеры сайтов сделанных на магазин обуви то есть специальный сделан так он включается обувы покупателей баннеры пролистывается пить амон скалолаза дальше например магазин нижнего белья то есть как раз украина тоже сделано решение нашим троним двадцать может посмотреть как это отличается здесь я открыл карточку товаров размера и хотел вам показать еще пара магазинов у нас есть магазин сумкин один из клиентов и там вообще оригинальный шаблон он выглядит под нишу шин шины дисков примерно вот так выглядит но тут люди посмотрели дизайнерам понравилось они увидели как это можно наложить на сумки и делали магазин сумок то есть не проблема не проблема если магазин позиционируется магазин альтроники или что-то еще это значит нельзя подавать другие товары все отлично изменяется вот вот так и собственно переходим естественно демонстрации для примера у меня сейчас открыт Wellberies что важно на Wellberies мы видим кейсные блоки сначала по главной странице то есть видим поиск логотип видим разбиение меню большой баня то есть какие-то акции акции спецблоки то есть одежда на лимке обувь на лимке спорт которые можно производить сразу на главном состоянии наша витрина это по сравнению если сравнить с розничным магазином это тема нигена которая выставляет за стеклами что мимо проходит он сразу видит также здесь на главном сразу видим видеостиль видеогид какие-то новостные статьи то есть контент энциклопедия моды вот тоже контент и бренды бренды закрывают теперь переходим к нашим решениям и чем они отличаются здесь мы также видим поисковую строку и здесь также мы можем искать например где вот блуза у меня находилось терялось сейчас надо открыть поиск поисковую поисковую строку видим что режим работает точно так же видим меню его можно модифицировать видим баннер очень сильно меняется видео баннер какие-то предложения которые мы хотим показать топовые видим те же спецблоки по цене чтобы люди просмотрели то что рекомендуем и наш ОТП то есть чем мы лучше других отзывы покупателей это элемент доверия и акции вот это что пришло из инфобизнеса один из вопросов был то есть можно ли на товары налагать различные плашки типа скидки успей купить и другие вещи то есть вот пример нашего модуля успей купить работает я надеюсь рассказываю сколько осталось сколько до конца распродажи и если мы зайдем в карточек товара мы тоже это увидим еще раз баннеры и статьи также на другом нашем магазине ботинки еще загружаются у меня пока я покажу все бренды здесь важно понимать что у нас вот этот демо сайт у нас на нем 10 разных интернет-магазинов крузится через время заполнения поэтому не всегда корректно работает но давайте покажу на примере клиента у меня и был показан на примере клиента заполнен каталог товаров здесь есть новинка мы можем посмотреть можем снижить цену например сказать о снижении цены удержание покупателя нашли дешевле если покупатель уже находится на вашем сайте чтобы его удержать чтобы он какие-то контакты оставил в любом случае вы готовы чуть снизить свою маржинальность ради этого покупателя а иногда чтобы покупатель был с вами он может продать себе по себе стоимость видео отзывы точнее видео обзоры отзыва товара и до продажи теперь по поводу главной страницы что важно я хотел вам показать вот то что основной отличает наш битроник 2 от других решений что здесь у нас есть детальная панель настройки по дизайну очень много всего можно менять на главной странице как пример я сейчас поменяю цветовую схему варианты шапки меню сделаю слева чтобы было так цвет шапки цвет подвала не будем менять может быть подвал заменю сейчас дальше сохраним и есть те же настройки слайдера высота LSPO камня самую маленькую 20% поставлю настройку узкие здесь можно очень детально слайдер настроить и важно отображение блоков то что мы говорили в мобильной версии не всегда блоки нужно показывать потому что они утяжеляют сайт здесь мы можем выбрать чтобы блок успели купить показывался у нас в персонале версии если он не показывался в мобильной мы его отключили сейчас просто подключаю чтобы у нас сайт выглядел по-другому и пойду дальше сохраняем смотрим как изменился сайт так что мы видим по сути у нас остался каталог товаров он есть слева скажем строка поиска теперь большая вот как она была как на валберис и сразу у нас идут блоки спецблоки товаров отзывы все важно давайте я сейчас начну уменьшать размер страницы как она будет адаптироваться как выглядит на планшетах у меня автоматически блоки подстроились стало их меньше еще меньше еще еще подстроились это называется адаптивность когда вы смотрите шаблоны можете еще проверять именно на адаптивность дальше мы идем в каталог товаров следующий момент как у нас представлен техни техни как наши товары сейчас на примере бытовых товаров покажу и на примере товаров одежды другое наше решение аппарель называет под интернет магазин другой структурой сайта здесь настроек меньше здесь реформление я могу флэт дизайн выбрать и тоже здесь модный дизайн особенно за рубежом это решение у нас подается еще за рубежом так каталог товаров здесь важно что мы можем развернуть по брендам наши товары в том числе смотрю что у меня с кэшем беда то есть надо кэш почистить у браузера почему так указывать сейчас загляну у нас одежда видим товары буску брюки манго еще что нибудь был вопрос про возможность системы битекс то есть я сейчас расскажу про них сейчас открою у нас пробу в режиме джинсы они могут быть разного цвета блузка может быть разного цвета сейчас блузку одну из блузок открою нет мандивер и у нас могут быть характеристики это размер это цвет это может быть ткань даже так и зависимости от цвета от размера меняется и стоимость товара и его наличие на складах здесь вот такая плашка чтобы было удобно для покупателя чтобы он не лез аниверсионный карточек товара а прямо здесь мог выбрать цвет в каталоге мы видим размеры то есть собственно вы видите что когда я меняю цвет меняется картинка здесь и был вопрос по поводу водяных знаков водяные знаки здесь налагаются здесь у нас есть специальный модуль который налагает водяные знаки потому что обисайзер называется можно их здесь включить и хотел вам показать остатки до остаток 10 на одном складе на другом 12 сейчас поменяю сменитые остатки с точки зрения вообще SEO того же продвижения то на что вы тоже можете обращать внимание есть такое понятие удобно читаемый URL это адрес нашего сайта вы например конкретные товары в читаемом виде вот здесь написано джемпермандига и вот инвестиционный код а не какой-то блок номер 1 номер 2 еще что-то это поднимает наш сайт выше в рейтинге то есть у поисковиков ну и плюс вот то что в зависимости от цвета от размера меняется вот эта ссылка последний пид то есть это позволяет продвигать тот же сайт то есть конкретные позиции сейчас посмотрю вопросы и вообще сколько нас слушает еще достаточно много времени пришло и вот я буквально в 5 минут я сейчас закругляюсь так сначала вопросы так вопросов у нас не было хорошо хорошо точнее часть вопросов были они отвечены Сергей круто круто я только анонсирую то что я еще обещал сказать правильно у меня отображается отлично я хотел вам что показать по поводу отзывов что делать в вашей мишине у нас есть специальные модули которые берут отзывы из яндекс маркета я подскрыл строку сейчас посмотрю по айфону по айпаду подключены ли они у нас кстати здесь указано сразу наличие товар наличия этого нет только можно связаться по заказу нажать то будет связь по заказу вот нажал оставить заявку где появился язык есть капча защита отвода у нас был пример когда спамботы просто без капчи человеку запамили отзывы то есть и сайт лег поэтому хоть удобство и важно но капча тоже некая безопасность чтобы реальный человек запомнить заказ а не спамботы так захожу так видим понравилось 3d обзор характеристики технические характеристики функциональность очень ценна то есть это на примере сейчас техники я показываю и отзыв вот здесь на сайте яндекс маркет плодов нет этого товара поэтому посмотрим по другим тоже попробую как-нибудь сам сухой вот такой мониторчик кстати обреки внимание доставка идет послезавтра здесь написано у нас вообще есть модуль который позволяет интеграция с модулем доставки и доз который позволяет автоматически рассчитывать доставку и его стоимость стоимость доставки здесь такая интеграция реализована так видим гарантия вот видите видим отзывы это классно что есть отзывы есть возможность до продаж точно так же для ниши одежды что важно в системе именно с точки зрения до продаж это наборы наборы я вам сейчас покажу то есть наборы то есть например предположим набор для молодого парня идущего на вечеринку это пиджак джили галст фалентина джинс томи ремень карманик сумме шестов на тысячу то есть даем скидку за покупку набора используется функционал наборы редакции бизнес можно составить свой набор что-то удалить какие-то товары добавить причем мы сами выбираем в настройках какие-то товары можно добавить а какие нельзя и видим сумму скидки у нас в решении такие наборы могут состоять из хоть какие-то товаров сейчас есть небольшое ограничение такое в стандартном функциональном наборе немножко заработано по нашим решениям что я вам хотел еще показать ну это же карточка товара материалы здесь кстати может быть именно ваш вариант что именно вы хотите разом быть и еще хотел я показать вам примеры сейчас покажу примеры из как раз по детальности смотрю все мне хотелось ладно тогда будем смотреть другое по детальной странице хотел рассказать я уже показывал вам по показывал каталог показывал главную страницу сейчас остановлюсь только на детальной странице то есть что здесь можно менять также видим цвета видим память видим что зависит от памяти меняется цена вообще наличие и не наличие мы можем менять детальную страницу смотрите как мы можем менять настройки отображения товаров детальная вот сейчас режим лендинг когда мы проверим хротически мы можем сделать вкладками вид галереи например сделаю увеличение стекло таймер для товаров акции у нас работает пока не буду его снимать и отображение блоков то есть видимо главную страницу я здесь тоже делаю видим что детальную мы можем тоже менять и каталог тоже можем менять что отображается что нет вот такая фишка биттроника так вот я сейчас делаю минималку то есть я вот беру только все товары связанные с бигдатой например рекомендуем похожие товаров вот наша фишка похожие товары по цене и характеристикам смотрится так вы смотрели оставлю 3d обзор тоже уберу да убираем и встроенный решет доставки сейчас пока оставлю сохраняем посмотрим как измениться у нас страница товар под заказ смотрите встроенный расчет доставки подробнее и будет стоимость в конкретном местоположении в случае можно изменить то есть это предварительный расчет доставки он больше нагружает сайт можно его изменить чтобы расчет доставки при заказе и видим смотрите то есть характеристики отзывы и видеообзоры они теперь слева направо все вкладками сделаны один остался у меня блок вы смотрели да и больше ничего то есть можем минимализировать корзину на что еще обращу внимание это на фильтр то есть на этом закончил по фильтру то есть здесь у нас фильтр ищет отличается что он ищет прямо по наименованию да скажем то есть важно чтобы можно было по складам прерискать и у нас здесь не покажу но на решение подъезда у нас еще есть фильтры например по цвету выбран цвет да можно по длинному цвету отфильтровать товары ну и в том числе это здесь работает у нас по брендам фильтрация так смотрю вопросы подняться что есть вопросы извините за технический вопрос можно ли повязать какие-то задеть карточки товара чтобы они водились рядом с комментариями и подробно написали да можно написать мы скажем как это сделать так установлены решения так дальше пойду непосредственно к презентации то есть потому что время у нас поджимает не буду дальше говорить по поводу решений да то есть сравнение да стоимость разработки на заказ около 300 тысяч месяцев 255 на риски взят 400 тысяч и типовое решение где вы укладываетесь по нашему решению соответствует с платформой битрикс например малый бизнес нам нужен минимум для интернет минимум для интернет-магазина 35 900 но это было 50 рублей но сейчас у нас есть пряники для всех тех кто дослушал вебинара до конца то есть сейчас действует скидка на marketplace на наше решение то есть на тот же битроник 2 есть 25% скидки да то есть и ну вы можете скидать 4000 рублей с редакцией малый бизнес и купить за 49 тысяч 025 рублей либо купить например наше про решение оно чем отличается от тем что наценку можно делать разные для Москвы и например для Сарата для федеральных магазинов да то есть мы погоняем разные рынки и в этом решении у нас учится функционал редакции бизнес и можно что делать можно то есть автоматически определять город покупателя и в зависимости от этого ставить ему свои цены то есть для Красноярска одни цены для Москвы другие цены до Саратова и возвращаясь к своей презентации для тех для тех кто там напишет нам после вебинара то есть есть моя почта скажем что вы можете отлить по цене наше решение аналитика по рынку интернет-торговли доступна и такой момент что для тех у кого остались вопросы то есть у нас сейчас менеджер я на связи то есть буду благодарен вам за оперативную обратную связь чтобы скажем оценить качество проведения вебинара и по этой обратной связи там можно ставить свои контакты я собственно наш менеджер свяжется с вами в течение этого вечера скажем по Москве я сделаю то есть я брошу непосредственно ссылку на на нашу обратную связь в чат вы можете там посмотреть тебя в чат всем так да должна у вас отображаться вы можете посмотреть ссылку ее запомнить Сергей ты на связи то есть скажешь завершающее слово как вы свидетель Индекс да конечно спасибо конечно я просто не слышу тебя поэтому не знаю может ты потерялся естественно я тут просто отключаю микрофон чтобы не мешаться спасибо большое Михаил да спасибо за доклад сейчас я быстренько заберу как-нибудь презентацию правда не понимаю пока куда она делась у меня то есть надо тебе видеокрам отдать я сам сейчас хорошо хорошо так что ж на этом наверное у нас сегодня все если у вас остались какие-то вопросы вы можете их в течение 1-2 минут задать я постараюсь ответить уже в тексте пока будет конвертироваться видео сохраняться и так далее некоторые технические моменты вот на этом мы с вами прощаемся спасибо большое за то что сегодня были с нами я очень надеюсь что вебинар был как минимум полезен как максимум интересен и обратную связь вы можете оставлять и Михаилу и нам в соответствующих форумах на сайте и приходите на следующую серию этого вебинара которая в соответствии с расписанием будет по-моему через неделю я сейчас точно не вспомню дату на этом у нас все спасибо большое до свидания всего доброго до новых встреч от себя скажу спасибо вам за присутствие я постарался быстро побежаться до новых встреч